Девушки отдыхают Тогда точно место освободиться, ну, зажилась Бабуль, что такое говоришь? Мы тебя все очень любим Знаю, знаю, знаю Да, мы, так что делаем? Ну вот гость на пороге, а у нас ничего не готово Ой, Людочка, открой, пожалуйста Я сейчас шел Давай, давай, открой, давай Здравствуйте Привет Проходите Да, Люда, подросла, подросла Выбирай Да, давайте этот Мой любимый цвет Вы только не пугайтесь, мы не успели подготовиться Я не из пугливых Дина, привет Спасибо, как красиво Сколько лет Не говори Проходи, пожалуйста, проходи Кирюха Да, да, да Татьяна Ивановна Здравствуйте, это вам Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо Здорово У меня предложение Ресторан А официанты за нами поухаживают Правильный ты, коли человек Вот с тобой хоть разведку О, золотые слова Ну что, как скажешь? Ну, ресторан так ресторан Ты отсюда не уйдешь Яна, я сейчас в окно выйду Ты скотина Это, я нормальный, ты скотина Пока ты не заберешь все свои шмотки Ты отсюда не уйдешь Я тебе их завещаю Будешь своих мужиков одевать, поняла? Да твои обноски даже бомжи носить не станут Давай, давай Вперед, вперед Проваливай Спасибо Нет Освободи мою квартиру Твою квартиру Мою квартиру Твою квартиру Мою Слушай, детка, ты сейчас Ты сейчас у меня Не трогай Договори, что сейчас у меня Игорь, пожалуйста, не бросай меня Поздно, Яна, Бобик сдох Какой ты внимательный, Горечка Повезло твоей жене Татьяна Ивановна До сих пор не женат Да ну Но это дело поправимое Не спорю Однако, что вам и все обо мне Расскажите вам Не знаю Расскажите, чем ваша молодежь занимается Людочка заканчивает экономически А Валера медицинский Они все время вместен Он нам как сын уже Слушайте, я как раз Открывай филиал Мне экономисты очень нужны Люда, может быть Зайдешь как-нибудь Обсудим Ну Спасибо, Николай Петрович Но я уже нашла работу Валерочка устроила меня в больницу Понятно Дочь у вас гордая И умная И любимая У меня тут мысль возникла Кирюха, ты знаешь Я человек деловой Ну да Вот я думаю Что вы все в хрущевке ютитесь Может быть Пора переходить на новый уровень Честно сказать Мы с Кирюшей пытались Но Все никак не выходит То-то-то это Ну да В общем мое предложение Берете ипотеку на рготных условиях С этим я помогу И Наконец Пусть у каждого Будет своя комната Ну Ты прям Дед Мороз сегодня Решено Мой тост За новую жизнь В новой квартире Отличный тост Ну С Богом С Богом С Богом Мама По-моему Этот Коля не бедствует Но понять не могу Что ему от вас нужно Да ничего Просто посидели Вспомнили молодость Ага Они с папой хорошо знакомы, да? Да Папа его в Афгане спас Они давно не виделись И вот Случайно встретились Я не верю в такие случайности И просто посиделки Так что держись от него подальше Хорошо? Валер Кто эти колхозники И о чем он с ними разговаривает? Это однополчанин вашего отца И его семья А это овца кто? Это его дочь А рядом ее парень Паш, ты вообще в курсе? Что твоя основная задача Следить за моим отцом И если он надумает жениться Я должна знать об этом первой Понятно? Понятно Но мне показалось Что ваш отец заинтересовался девушкой Расслабься Она не в его вкусе Ясно Свободен Паш, ты свободен Ну долго мне еще ждать? Пока дыхание не успокоишь И нервы в кучку не соберешь А я думала Это ты меня успокоишь И соберешь Кто тебя так раздраконил? Охранник моего отца Показал мне фотку какой-то овцы И утверждает Что мой батя в нее втюрился Может у него вкусы поменялись Дай мужику свободу выбора Никогда я ни с кем Я не собираюсь делиться Папочкиными деньгами Хочет развлекаться Пусть развлекается Жениться я ему не дам А то он у тебя спрашивать будет Ты понимаешь в чем вся ерунда? Он до безумия Любит красивых И ухоженных женщин А ты сам прекрасно знаешь Что красота это удовольствие не дешевое И требует больших усилий Жертв и денег Поэтому все красотки всегда стервы Ему моей Моман с головой охватило Нет, он обречен развлекаться Что ты молчишь? Да я работаю Вот слушай Витал, а ты умный мужик Мы с тобой уже два года вместе А тебе хватает мозга Не тащить меня в ЗАГС Я не тащу тебя в ЗАГС, потому что Не уверен в наших чувствах Не наднести ерунду Ты прекрасно знаешь, что будешь послан далеко и надолго А охранник реально тупой Как он вообще мог предположить, что Эта колхозница может зацепить моего батю Кирюш А что ты не спишь, милый? А? Я... Вот что думаю Покупать квартиру в ипотеку Это... Очень рискованно Милый, а жить Друг у друга на голове не рискованно? Ну, не надо звучать краски Никто не живет друг у друга на голове Люди и в худших условиях живут И ничего в петлю не лезут Послушай, ну Валера с Людочкой скоро поженятся Где они будут жить? У бабушки в комнате? Вместе с бабушкой? Ну Пока я работаю Мы... Мы можем Выплачивать взносы На жизнь немножко останется Но если вдруг что случится Да что ты такое говоришь? Ничего не случится Что должно случиться? Все будет хорошо Ты что? Ну Я должен продумывать На несколько хотов вперед Ну Чтоб не было хуже Понимаешь? Все будет хорошо Я не понимаю Куда девался мой бесшабашный кавалер Который был в молодости Я тут Вот Спать Быстро Пошли Пойдем Пойдем Что? Думаешь, крыша поехала на старости лет? Вы настоящий мужчина, шеф С вами любая женщина будет счастлива Не слишком В самый раз Ладно Посмотрим, что из всего этого получится Привет Я не опоздал Спасибо Валер, ты что постать? Кругом люди Ну Ну что? Держи Ладно Поехали Чужому счастью я мешать не буду Принято Ку-ку 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 Даже не поздороваешься? Че пришла? Я вообще-то мириться пришла Можешь разворачиваться сразу Ну че ты такой упрямый? Сколько можно у Валеры спать, а вдруг он тебя выгонит? Не выгонит Радыки Люды квартиру покупают, они поженятся скоро Везет же кому-то Котяночек Ну что случилось? Что не так? Ты задолбала меня, Ян Задолбала меня Чем? Ты даже не замечаешь Полотенце не так повесил, носки не там кинул, вилку в руках не так держу Что дальше? Тюбик? Какой тюбик? Ну пасту зубную не так выдавливаю, Яна Игорь, аж я так... Вди вон отсюда Отдай Сумку забери Да, Вапуль? Дочь Привет Сту лет тебя не слышал Хоть как-нибудь заехал, и бы с отцом повидаться Папочка, я обязательно заеду к тебе на днях, обещаю Я уже жалею, что квартиру тебе купил Жила бы со мной, хоть иногда бы тебя видел Пап, во-первых, мне уже давно не четыре года Это раз А во-вторых, куда бы я свои хахали водила, скажи мне, пожалуйста К тебе, что ли? Я думала, что ты каждый день бы спускал их с лестницы Ладно, короче Я тут подумал, что давным-давно не отдыхал Уезжаю, далеко и надолго Один? Маскин, я бы надолго уехать Конечно, один За яйца с отцом попрощаться Я завтра заскочу, клянусь Хорошо, жду Пока, Вапуль Ну, и что я говорила Он едет один Так что деревенщина нервно курит в сторонке Надо было у соседки кошку попросить Кошка должна первая в квартиру заходить Опоздала мы Вчера с Валерой мы Весь такой кошки выступали Целый день мебель заставлять Кошка нечистую силу изгоняет А вы ее только распугали Слушайте, пойдемте уже, пожалуйста Ну да, да Ну, с Богом С Богом Ой Ну? Ух ты Ого Потолки-то какие высокие Слушай Слушай Ой, мама Ой Ой О, отец Ох, квартира огромная Пока дойдешь до кухни, чайку попить Вообще забудешь, куда шел Ну, дамы, с вами и соскучишься Там было тесно, тут слишком просторно Пойду на новый диванчик вылягу Давай, мой родной, давай Дина А ты со мной сегодня будешь спать? А то мне одно и страшно Да что же, у меня за семья такая страшна Мы просто радоваться разучились, вот и все Ну, че делать, если на душе неспокойно? Хорошо Валерка Наша комната отдельная С ума сойти Ну все, пора жениться Так Ты что, думаешь, все так просто будет? Я хочу официальное предложение О, как Да, а это у нас преклоненное колено Ага Слова любви Ага Кольцо в бокале Ага И благословение родителей Ты же знаешь, я не испугливый Как только получу диплом Будут цветы Будет кольцо Будет шампанское Ой Будут танцы Ты что, серьезно? Танцевать научишься? Так, значит Намада объявляет Танец жениха и невесты Мы выходим в круг гостей И вальс И вальс Вальс Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Ой Валерка Прости Прости, я не хотел Потанцевать Прости Ну и поцелуй Ну и поцелуй Кирюша Мне кажется, мы просто разучились радоваться Ей-богу Ну, представь Нас как будто в клетке держали А мы на свободу вырвались А вы все тревожно, страшно Ты слышишь меня? Миленький Че ты такой холодный? Кирюша Кирюшечка Валера Дети Мне кажется, Кириллу плохо Папе плохо Он что-то холодный какой-то Наверное, у него давление упало Папа Пап Милый Папа Пульса нет Как нет? Вызывайте скорую Валер, сделай что-нибудь Ты же врач Ну что я сделаю? Ну что за крюченька Кирюшенька Говоришь же, пока ты оболзешь Кирюша, сыночек Милый Ты что? Кирюша Что? Он мертв Уже минут пятнадцать Да нет, этого не может быть Перестаньте Ну как это? Он вот столько что Шторы вешал Может быть тромб оторвался Я не знаю Милый Да что ты Миленький, перестань Ну, Кирюшенька, вставай Я вызвала Скорая едет Кирюшенька, ну пожалуйста Пожалуйста, милый Пожалуйста, нет, нет Ну не надо Не надо, пожалуйста, милый Кирюшенька, вешай Скажи, ну не вставай Не надо, не надо Аккуратно 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 Вот и похоронили папу Что-то я не увидел его друга А, Николай Петрович Мама ему не дозвонилась Слушай, может быть не вовремя, да Но я хочу спросить А какие у вас ежемесячные платежи по ипотеке Я не знаю, этим папа занимался Надо бы разыскать этого вашего благодетеля Чем скорее, тем лучше Валер, давай не сейчас об этом, ладно? Две, хватит? Хватит, хватит Не надо, пожалуйста, я не буду Мам, ну что ты не ешь ты ничего Столько времени уже прошло Я не могу Ну и что это было? Наверное, рыбу надоело есть Мы ее уже целый месяц едим Зато барстик соседский Ночует под нашими дверями Бабуль, ну ты даешь Пойду поговорю Мам Мамуль, ну чего ты? А? Ну-ка давай рассказывай Что такое? Мы скоро себе и рыбы даже позволить не сможем Ничего не сможем Эти выплаты Еще коммуналка Мы не справимся Так, давай без паники Покажи мне документы на ипотеку Давай, 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 показывай Я экономист, я разберусь Я уверена, ты где-то ошиблась Потому что Николай Петрович обещал нам льготные условия Давай, давай, давай Сейчас разберемся Вот смотри Так Вот без папины зарплаты даже это для нас гнуло Хорошо, я возьму еще одну подработку Ты, Валерка, вместе навалимся как-то, справимся, не переживай Валерка? Где он твой, Валерка? Ну он сейчас занят, потом он подключится Господи, простите меня, пожалуйста Господи, пожалуйста, простите Боже мой, простите Ну что это такое Тихо, тихо Нехожие, простите 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 меня все Простите, пожалуйста Как мы будем Бабуль, папу вспомнили Пойдемте, мой бы есть Пойдемте эту вашу Мама Пойдемте. Подъем! Вставай давай! Слушай, я тебя пустил всего лишь на сутки перекантоваться. Ты у меня два месяца живешь. Иди к своей ямке, с ней там миритесь, не знаю, что хочешь, то и делай. Подъем, говорю, это мое койко-место. Или ты не понял? Крутки же свалил, нет? Слушай, дорогой, я после ночного дежурства, мне надо выспаться. Подъем! Вставай! Это все, что ты? Саверева что, место закончилось? Ну, когда три женщины в доме рыдают сутками, как-то не до сна. Ага, иди умывайся и постарайся меня не разбудить. Иду, иду. Давай разбудить. Привет. Привет. Можно к тебе? Садись. Разговор есть. Слышала о папе, соболезную. А чего ты на похороны-то не пришла? Игоря не хотела видеть. А его тоже не было. А я не знаю, может он не хотел с тобой пересекаться? Вот козел. Ну я уж перегорела. Ян, не переживай-то. С ним давно надо было расстаться, правда. Ну да. Но у меня уж другой есть. Ого. Быстро ты. Ну, а че толку? Ты вот Валеру тысячу лет ждешь, и что? Да нам вообще сейчас не до свадьбы. Слушай, я вот что пришла. У вас нет случайно в ресторане какой-нибудь подработки? Ну, у нас уборщица уволилась, но ты же не... Пойду. А че так? Ипотека неподъемная. Хочу маме помочь. Сиди. Начальство. А-а-а-а! Блин! Черт! Ай! Ай, черт! Ай! Чем так пахнет? Семечки жарю. Мама, мам, ну нельзя эти сковородки железом. Да че с ней станется? Я ж потихоньку. Мам, ну не надо, ну пожалуйста, я умоляю. О господи. Ай, господи, горячо. Господи. А зачем столько семечек-то? Ты знаешь, что значит продавать семечки у метро? Нет. Меня бы вы в свою группу приняли. Какую группу? Ты знаешь, у меня семечки фирменные, но я их угостила. Они все за меня проголосовали одиногласно. Ага. Теперь у меня есть фирменное место у метро, я уже договорилась. Зачем? Мама, мама, ну тебе ж нельзя переутомляться. Так, все. Я еще крепкая. А потом без меня не справитесь. Вон из квартиры выгонят. Ну куда пойдем? Все-таки отыскала документы, да? Отыскала. Мама, справимся мы. Справимся без твоих семечек. Дошли? Да обалденные, как всегда. Ну вот так вот. О, мам, привет. Привет. Валерка не приходил? Нет. Людочка, что у тебя с рукой? Да, ничего. Кружку разбила, порезалась, заживет. Слушай, хочешь? Нет. Может, я поговорю с ним, а? С Валерой. Мам. Ну а что? Мы женщины, он мужчина. Ну, я всегда относилась к нему, как к сыну. Я сама с ним поговорю. Он сейчас в интернатуре и почти каждый день дежурит. Ну, хорошо. Ты знаешь, твоя бабушка удумала. Чего? Семечком у метро торговать. Да ладно. Так ей же нельзя перенапрягаться. Ты поди, я убеди. Вкуснючие. Оторваться не могу. Давай, плю. Бабуля. Как всегда. Да. Такой Валерка меня скоро разлюбит. Валерка, привет. Привет. Ты не вовремя, я очень опаздываю. А, извини, я просто соскучилась. Слушай, я через несколько дней зайду, хорошо? Ну, хорошо. Что с рукой? Да, так, порезалась осколком от чашки. Ничего, скоро заживет. Так. Валера, трудно нам сейчас как-то. А? Трудно, говорю. Я понимаю, не надо было ввязываться в ипотеку. Нет, я, я знаю, что не надо было, но мы уже ввязались. Слушай. И не знаем сейчас, что делать. Послушай, Люта, чего ты хочешь от меня? Чтобы я бросил институт на последнем курсе и устроился на работу грузчиком? Нет, не надо ничего бросать. Ну, конечно, не надо. Я этого не сделаю. Потому что все равно ты меня выгонишь через месяц. Потому что я начну пить. Ну, чтобы из коллектива не выбиваться. Валер, послушай. Я знаю, что ты должен закончить институт. Я это прекрасно понимаю. Слушай, я так рад, что ты у меня такая умная. Я тебя за это очень сильно люблю. Все, я побежал. Зайду через пару дней, хорошо? Здрасте. 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 Ну, здоровья. Спасибо. Ну, и мастерица же ты, Иванна. Ядрушка к ядрушку. Ты знаешь, это я в девяностые. Когда зарплату вообще не платили, научилась арахи жарить. Его надо сначала размочить. Угу. Потом, ну, буквально капельку, капельку масла и потом уже жарить. И вот это лучше было бы. Вкуснотень. Да. Ну, конечно. Сейчас всем по супермаркетам надо ходить. Так, а, смотрите, девушку. Вы берите-берите, дай попробовать. Ну-ну-ну. Пробуй, пробуй. Да побольше бери. А, давай. Пойду я, наверное, девочки. Да, что это я перестояла сегодня. Да нет, надо подождать. Народ пойдет с работы в микроскопе. Для первого раза достаточно тут хоть бы до дома дойти. Береги себя, Иван. Бывайте, Иван. Покупаем семечки, покупаем семечки. Берите, берите, все хорошее. Все свеженькое, жареное. Ой, 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 ой. Человек, что случилось-то? Что случилось-то? Что случилось-то? Серпы, да, плохо. Серпы, да, плохо. Доченька. Если хуже станет, калей чего-нибудь. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Нет. Ты калей, так что сразу уйти. Не хочу быть обузой для близких. Что вы такое говорите? Даже думать об этом забудьте. Как вы себя чувствуете? Уже лучше, милочка, да. Лучше. Ну вот, непосредственная угроза для жизни миновала, но операция неизбежна. В нашей клинике кардиохирурга нет, так что обращайтесь в департамент здравоохранения. Там вас поставят в очередь, назначат клинику и дату. А сколько его ждать? Ну, может несколько месяцев, может год, как повезет. А что, других выходов нет? Ну, почему нет? Есть. Платная операция, но это очень и очень недешево. А сколько? Не менее десяти тысяч долларов. Ну, а точную сумму вам назовут в клинике. И что теперь делать? Ну, в любом случае, не затягивайте с документами на получение квоты. Но никаких гарантий, что ваша родственница дождет в своей очереди на операцию, я вам дать не могу. Ясно. Ясно. Всего доброго. До свидания. Зачем мы так уехали из нашей хрущевки? Там так было хорошо. Это я виновата. Я затеиваю этот переезд. Папа как чувствовал? Господи. Мам, пожалуйста, не вини себя, слышишь? Мы не могли знать, что нас ждет. Да. Я жена и мать. Я должна была предвидеть. Прекрати. Прекрати. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. А нам… Заходите. Только недолго. И, пожалуйста, наденьте халаты. Хорошо, конечно. Спасибо. Врач сказал, что через недельку тебя отпустят. Ой, на славу. Что опасность миновала. Я умоляю, больше никаких семечек. Да не дура, поняла. Ну, может, это, бутылочки там собирать. Возле метро. Бабуль, ну, да что ж такое? Ой. Что такое? Позвать медсестру? Не-не. Лучше медбрата. Господи. Мам, так, принесла витаминов. Так, давай. Завтра еще принесем. Куда? Ну, куда я не съем столько. Ничего-ничего, давай, поправляйся. Надо, надо. Тут белье, бабуль. Ага, спасибо. Все, моя любименькая. Спасибо, мои хорошие. Сказали, долго нельзя. Спасибо. Пока. Берегись. Спасибо. Выздоравливай. Валер. Ты чего? Ничего. Устала. Глаза слипаются. Извиниться хочу. За что? За то, что не могу вам помочь. Ты пойми просто, когда работаешь за компьютером, можно нажать не на ту кнопку, ну и легко исправить. А я если чикну, человек умрет. Так что мне надо спать, отдыхать по расписанию, как космонавту. Я все понимаю. Спасибо. 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 Люда, Людочка. Валер, что-то случилось. Мама кричит. Мам, что такое, бабушке плохо? Нет, 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 слава Богу. Я дозвонилась Николаю Петровичу, рассказала ему про, про смерть Кирюши, про бабушкину болезнь и про эту неподъемную ипотеку и он… Так. И он, он… Что он сказал? Мы встречаемся в кафе. И все? Нет, он сказал, у него есть какой-то план. Мам, как хорошо. Может поможет. Только, знаешь, как-то, ну, не очень красиво с нашей стороны, мы ему звоним только тогда, когда нам что-то нужно. Послушай, у него денег куры не клюют, отстегнет и ничего с ним не будет. Ну, он их заработал, какое право мы имеем на них рассчитывать? Правильно, это наше. Нет, ну, он может быть что-нибудь придумает. Ну, в конце концов, он Кирюше жизнью обязан. Все получится. Угу. Вас ожидают. Проходите. Спасибо. Жалко Кирюху. Да. Настоящий друг. Прости, пожалуйста, что я… Перестань. Прости, что я со своими проблемами навалилась на тебя, я… Правда… Да о чем ты? Правда, мне больше не к кому обратиться. Все нормально. Конечно, помогу. Да. Спасибо тебе. А что жених ваш? Валера. Ну, у него ординатура, и он сутками пропадает в больнице, так Людочка говорит. Я думаю, просто… Просто проблем испугался и сбежал. Не появляется. Понятно. Принесите нам коньяку. Какого? Самого лучшего. Разговор есть серьезный. Без коньяка не разберемся. Хорошо. Господи, Янка! Напугала! Ты закончила? Мне надо закрывать. Да, да. Все. Закончила. А что ты как на иголках? Ты с Валеркой поссорилась? Да нет. От мамы важного звонка жду. Сейчас. Подержи, пожалуйста. Алло. Да, мам. Все в порядке? Ну, ты не звонишь и не звонишь и на звонки не отвечаешь. Ну? А ты где? Все. Хорошо. Сейчас буду. Давай. Все, Ян. Извини. Мне надо бежать. Пока. Мамуль. Да. Ну? Как встреча? Да, все. Николай Петрович обещал помочь с выплатами ипотеки и с операцией бабушки. Ну, это отлично. А что-то грустная ты такая. Да, что-то у меня сил нет, знаешь. Я поняла. Слушай, пусть он не сомневается, мы обязательно в ближайшее время все ему вернем. Я сделаю все, что могу. Моя хорошая, никто не сомневается. Что случилось, мам? Ты сама не своя. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем. Люда. А, Николай Петрович. Здравствуйте. Привет. Да, мама говорила, что вы должны приехать. Она тебе все рассказала? Ну, она сказала, что нужна какая-то помощь. Только не сказала в чем. Ну, я помогу, чем смогу. Понятно. У меня есть дочь Света. Я хочу сделать ей подарок. Не знаю, может быть браслет, может быть что-то еще. Не поможешь? Ой, ну, это вряд ли. Нет, ну, в смысле, я ничего не понимаю в драгоценностях. А чего так? Так у меня денег нет. Чего мне в них разбираться? Логично. Но мне, если серьезно, правда нужен твой совет. Ну, я… Я понимаю, но речь не о драгоценностях. Давай сядем в машину, я все объясню. Я… мне на работу надо… По счастливой случайности главврач твоей больницы – мой близкий приятель. Так что все проблемы решим. А-а… Поехали. Ну, хорошо. Давайте тогда… Все в порядке, Паша. Угу. Прошу. Спасибо. Здрасте. Дело в том, что я опекаю один дом ветеранов. Угу. Им нужно купить мебель. Не поможешь выбрать? Давайте попробуем. Хорошо. Паша, поехали. Спасибо. Угу. Берем. Угу. 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 Так, успешно. Угу. 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 А, Николай Петрович, я, конечно, не эксперт в области мебели, я экономист, но мне кажется, мебель должна быть простая и прочная. Согласен. Николай Петрович! Нико… Привет. Николай Петрович, я по делу, иначе бы не беспокоил. Давай, Леша, потом. Потом вы скажете, что я не принял меры. Вот я их и принимаю. Надо срочно застолбить землю, иначе участок уйдет. Познакомьтесь, это Люда, мой заместитель Алексей, очень настойчивый молодой человек. Пойдем. Николай Петрович, я вообще… Пойдем. Мы подготовили для вас несколько образцов. Модели известных производителей, отличное качество. Сами смотрите. Угу. Люда, что скажешь? Я посмотрю. Конечно. Разрешите? Николай Петрович. Давай. Угу. А вот. Угу. Понятно. Николай Петрович, это кресло точно не годится. Почему? Ну, это офисный вариант, а для пожилых людей важна устойчивость. И обязательно, чтобы без колесиков было. Потому что вот, смотрите. Человек садится, хочет встать, оп, все. Я предлагаю этот вариант. Нет. Нет, это тоже не годится. Почему, Люда? Вы понимаете, у стариков в жизни радости так немного, а мебель, она должна радовать глаз. Вы поймите, одно другому не мешает. Но, у пожилых людей совершенно другая координация. То есть, им нужны поручни. Потому что человек садится и… Оп-оп-оп. Ой, простите. А, да. А самое главное для пожилых людей – это безопасность. Она права. Ну, ладно. Со стульями решать вам, а я поехал решать землей. Звони мне. Тогда позвольте, я покажу вам другие варианты. Давайте посмотрим, что у вас еще есть. Спасибо, Люда. Мы сегодня сделали очень важное дело. Это вам спасибо, что вы помогаете пожилым людям. Они такие беззащитные. Я надеюсь, мы туда еще вместе съездим. Давайте. Почему нет? Договорились. Всего хорошего. До свидания. Люда. Валерка, привет. Я чуть от ревности не сдох. Это друг папы. Николай Петрович, ты чего? Объявился, значит, да? Что-то он помогать вам не торопится. Ты что, правда ревнуешь? Я? Если бы я ревновал, то я бы ему колеса бы пропорол. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем. Не злись. Ой, мамуль, привет. Привет, как съездили? Замечательно. Николай Петрович большой молодец. Он помогает пожилым людям. Предложил еще раз съездить. Валера, прости, пожалуйста, можно я поговорю с Людочкой наедине? Да, конечно. Спасибо. Иди. Мамуль, ты меня пугаешь. Николай Петрович тебе ни на что не намекал, ни о чем не говорил? А что ты имеешь в виду? Да, вижу, ничего не говорил. Придется мне. Ну, собственно говоря, мы с ним так и договорились. Так, ну-ка. О чем это вы договорились? Он сказал, что решит наши проблемы. Ты серьезно? Ты серьезно? Угу. Мам! Только у него есть одно условие. Ну, какое? Он… Он просит твоей руки. Хочет, чтобы ты вышла за него замуж. Ты шутишь? Ты шутишь? Мам, это жестоко. Мам, это жестоко. Ты… Ты вообще как себе это представляешь? А что я Валере скажу, а? Доченька, я… Я не знаю, что делать. Я искала выход, правда. Ты… Ты знаешь, я… Я искала, но я его не нахожу. Мама, так нельзя. Так нельзя. Ты ему об этом сказала? У меня есть жених, у меня есть свои планы. Я его, в конце концов, не люблю. Я знаю. Я все знаю, милая. Пожалуйста, скажи ему об этом сама. Нет. Это невозможно. Как ты решишь, так и будет. Боже мой. Ты чего плачешь? А? Ну? А благодетель отказался помогать? Нет. Он… Он обещал все сделать. Ну, и зачем тогда реветь? У него есть условия, Валер. Так, подожди. Он… Подожди, подожди. Он хочет тебя, да? Да. Старый Хрыч. Валерочка, что делать? Да ничего. Посылай его куда подальше, а завтра мы собираемся и подаем заявление. Я боюсь, что с нами будет. Не бойся. Все будет хорошо. Я пропишу тебя в комнате, в общежитии у себя. Вот. А мама с бабушкой? Ну, а что мама с бабушкой? Черт с ней, с этой квартирой. Пусть снимут однушку где-нибудь на окраине и проживут. Валер… Операция… А что операция? Послушай, это между нами. Твоя бабушка пожила свое. Врач сказал, если… если мы сделаем операцию, она еще сможет пожить пять и шесть лет. Ценой счастья собственной внучки? Ты ее спросила, нужна ли такая жизнь? Татьяна Ивановна, она мудрая женщина. Она все поймет. Замолчи. Да послушай, ты готова за пять лет бабкиной жизни продать себя в рабство? Это даже не рабство. Это проституция. Ты не то говоришь, Валер. Ты не прав. А ты права, да? А-а-а! А-а-а! Действительно у нее запал. Я вам еще в первый раз это говорил. Паш, помолчи! Надо было нормально фотографировать, чтобы было видно и лицо, и фигуру. Я и так рискую. Ладно. Что-то папочка совсем не вовремя влюбился. Но ничего, я придумаю, как этих голубков разлучить. Все, иди! Да, хорошо. Давай где-нибудь через полчаса. Здравствуйте, старый хрень! Мерзкий ты тип! Погоди-ка. Я сюда не разговаривать, если что пришел. Где же ты был-то, когда надо было твоих женщин спасать? Рыцарь недоделанный. Ты паук! Мерзкий старый паук, который сплел паутину и думает, что к тебе вот в эти сети будут молоденькие девочки идти! Паша, объясни молодому человеку, что он свободен. Прости, Паша, я ухожу. Да, хорошо, я тебя понял. Давай, и с собой возьму. Хорошо. Угу. Спасибо, Паша. Не за что. Думаю, нам надо поговорить. Наверное, хочешь сказать мне что-то обидное? Нет. Вы же знаете, что я соглашусь. Если бабушка умрет, а мама останется на улице, я не смогу быть счастлива. Но вы должны знать. Я не люблю вас. И делаю это только из чувства долга к близким. Знаешь, меня столько раз в жизни предавали, любя. Если будет уважение, взаимопонимание, порядочность, верность. Тогда, возможно, и любовь придет. И мы сможем быть счастливы. Мне бы ваша уверенность. Я нашел клинику для Татьяны Ивановны. Я нашел клинику для Татьяны Ивановны. Ей надо завтра туда поехать. Если вы с мамой поедите с ней и поддержите, будет очень хорошо. Спасибо. Людочка, тебе вот эту кофточку положить? Как хочешь. Девочка моя любимая. Ты нас всех спасла. Спасибо тебе. Мам, не надо. Не надо мне больше ничего говорить. Только бы бабушка выздоровела. Мы же и выходим, правда. Только бы она поправилась. Слушай, дай Бог здоровья, Николай Петрович. Спасибо ему. Он дал денег и на переезд, и на гостиницу, и на пропитание. Мам, прекрати меня добивать, пожалуйста. Прости. Ну, кого там еще принесло? Валера, не надо сегодня ее трогать, пожалуйста. Дина Сергеевна, я только что из больницы. Я видел заряженную скорую. Вы сегодня уезжаете. Вы меня не остановите. Господи боже. Мам, я ни с кем не хочу разговаривать сейчас. Даже со мной? Валерка. Где твой паспорт? Кажется, в сумочке. А что? Бери, вы поехали. Куда? В ЗАГС. Вот мой. Подадим заявление в ЗАГС, и этот денежный мешок больше с нами ничего не сделает. Валера. Что? Ты пойми, я никуда с тобой не поеду. Почему? Разлюбила? Вчера ты меня еще любила, а сегодня уже пошел вон. Я тебя люблю, но… Но другому отдана и буду век ему верна? В чем дело? Не смеши. Валера, я не смеюсь. Я сегодня уезжаю с бабушкой на операцию и к тебе больше не вернусь. Ты понимаешь, что он тебя купил? Купил как вещь, как домашнее животное, как собачку. Думай, как хочешь. А ты помнишь, как мы здесь занимались любовью? Как я тебя целовал, обнимал. Вижу, что помнишь. А ты мне отвечала взаимностью. Ты помнишь? Я все помню, Валер. А ты представь, что этот старый будет тебя трогать, лапать своими руками. А ты должна будешь ему отвечать. Валера, перестань. Уходи, пожалуйста. Это предательство. Ты понимаешь, что ты предала нашу любовь? У меня нет другого выхода. Я должна помогать. Послушай меня, ты никому ничего не должна, когда ты это поймешь. Мне больно от тебя. Мне тоже больно. Я тебя этого не прощу, ты меня поняла? Ты меня поняла? Да! У вас все в порядке? У нас все зашибись! Девочка моя! Прости меня, прости меня, прости меня, прости меня. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Бабулечка. Где это я? В раю? Нет. Ты с нами. Тебя прооперировали. Врач сказал, операция прошла успешно. Значит, в раю. Красиво? Да. Это Николай Петрович постарался. И клинику нашел, и врача. Хороший человек. Покажешь ему спасибо. Когда увидишь. Бабуль, вот ты поправишься, и сама ему скажешь. Да уж, в такой палате залеживаться надолго нельзя. Да. Это ж какие деньжи еще. Бабуль, в общей палате ты бы не выспалась, а сон для тебя сейчас главное лекарство. И потом в общую палату меня бы не пустили. Да правда. А кто ж платить будет. Ты об этом не думай, ладно? Привет. Так. Что это такое, Валер? Нажираться хочу. Валер, ты уже за здоровый образ жизни. Она предатель. О-о-о. Понятно. Ты тоже попал в хирургические отходы, да? Ну, ничего. Все они такие. Слушай, выпей со мной. Не-не-не, Валерчик. У меня работа. Не могу. Знаешь, что хочу? Чтоб этот старик оказался садистом. Избил ее до полусмерти. Ее, значит, привозят в больничку, а там я. Смотрю, ничего не делаю. А что? Думаешь, она будет тебя умолять, да? Валерочка, пожалуйста, спаси меня, пожалуйста, спаси, да? Да, да. Нет. Просто она поймет, на кого меня променяла. Валер, ну ты это, поговори с ней. Я не могу. Она к бабке поехала, лечить ее. Потом поговори. А потом уже поздно будет. Пей. Давай. Чего приперся? А я решил посмотреть, может, ты как Людка. Что как Людка? Ну, чего ты, не знаешь? Она ушла от Кирилла к какому-то старперу. Чего? Ты чё, пьяный? Я? Нет. Ну, что это? Не, ну, надо же, надо же было Валеру поддержать. Он же друг, да? Подожди, а Валер твой ничего не приплел? Людка моралистка, такая шустрая. А кто он, ты не знаешь? Да, какой-то друг отца, я не знаю. А его, случайно, не Николаев Петрович зовут? Нет. Подожди. Да. А ты откуда знаешь? Да, Людка рассказывала, он с квартирой помогал. А где она сейчас? Уехала, она две недели куда-то, вот Валерка и бесится. Умница. Умница, 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 умница. У-ху. Слабак. Валера. Вставай. Счастье своё профукаешь. Ты как здесь оказалась? На метле прилетела. Угу. На, похмелись. Ты вообще соображаешь? Слышь, ты чё творишь? Я пытаюсь вернуть тебе Люду. Кто сказал, что мне нужна эта Люда? Я хочу, чтобы она сдохла. Ну, я бы на твоём месте вернула бы Люду, потом бы её бросила, вот эта красивая месть. Иди с этой местью к чёрту. Ясно? Вали отсюда. Значит, она будет жить в шоколаде, а ты в общаге. И никаких перспектив на ближайшие дыцать лет. То есть, она будет жить в шоколаде, а я в общаге. А она в шоколаде с этим старым кричом, да? Ну, или если не хочешь в общаге, то можно земским доктором. В тьму таракань за лимон. Лимон, а тебе хватит для жизни? Там всё равно тратить негде. А ты чего так суетишься? Я не пойму. Вы же подруги. Твой интерес какой? Простой. Я хочу устроить свою жизнь. У меня, в отличие от тебя, есть план, который поможет решить наши с тобой проблемы. Да? Ты знаешь, где живёт я, благодетель? Ну, да. Какой план? Ты собираешься, умываешься и едешь к Люде с благородной миссией помочь её бабушке. А я, тем временем, Ахмутая Петровича. Я же красивее Люды. Ну, ты стерва. Спасибо, Рай. Присядь. Мне поговорить с тобой надо. Чего ты улыбаешься? Да ты сам сияешь, как медный самовар. Какие уж тут тайны. Не без этого. В общем, предстоят большие изменения в нашей жизни. Ты, пожалуйста, приготовь для новой хозяйки комнату рядом с моей. Отдельную? Всё не просто, Рай. Да мне всё равно. Лишь бы тебе хорошо было. И подыщи кого-нибудь себе в помощь. А вот это… вот этого не нужно. Пожалуйста. Эти новомодные повара по изжоге соскучился. Просто забот у тебя прибавится. Светка, как узнает, сразу примчится. Да что, я со Светкой не справлю, что ли? Не впервой? Ну, ладно. Смотри сама. В общем, присмотри за ними, хорошо? Да присмотрю, не волнуйся. Всё, я побежал. Пока. Я понял вас. Пойдёмте. Ага. Николай Петрович, тут девушка спрашивает Людмилу. Я подруга Люда. Я зашла к ней, а у неё закрыто. И мне сказали, вот она теперь здесь живёт. Кто сказал? Тётя Зина, соседка. Интересно. Алло, Люда, к тебе тут… Меня Яна. Меня зовут Яна. К тебе тут Яна. Сейчас. Людочка, привет, выручай. Игорь совсем достал, он такой агрессивный стал, я его боюсь. Я просто не знаю, что делать. Я пришла к тебе, у тебя закрыто. Мне сказали, что теперь ты здесь живёшь. Я могу немножко побыть здесь, поночевать. Здесь. Она сказала, как вы решите. Да, Люда. Ну хорошо, пусть, пусть поживёт. Тебе веселее будет. Хорошо, созвонимся. Саша, отведи Яну к Раисе. Объясни всё. Есть. Спасибо огромное. Вы просто, вы, вы меня спасли. Спасибо. Пойдёмте. Людочка, пожалуйста, попроси вторую подушку для бабули. Сейчас. Поудобнее будет. Спасибо. Что-то я не поняла. А почему Яна спрашивает разрешение пожить у Николая Петровича в доме у Людочки? Ну, потому что Николай Петрович сделал Людочке предложение, и Люда согласилась. А Валера? Она же его так любит. Ну, а она, может быть, его и любит. Но только вот мы с тобой, Валере, в приданной не нужны. Либо её так хорошо воспитали, или звёзды так сошлись. Да. Значит, говоришь, подруга нашей хозяйки? Хозяйки? А, да. Мы с Людой подруги. Я помогала ей. Всегда. От парня своего, говоришь, сбежала. Понятно. Есть будешь? Ну, пойдём. Покормлю подругу хозяйки. М-м-м. Красивый, думаю, большой. И красивый, и большой, да. Нет, вы не думайте. Я вообще не лентяйка. Я могу потом помогать. И что, ты умеешь? М-м. Готовить. Вот что Николай Петрович любит. Я всё могу приготовить. А ему сейчас нужно правильно питаться. Так что не то, что любит, а то, что полезно. Он болеет? Но ведь такой здоровяк. Нет, ну что вы там ему делаете? Всякие каши там, гречки. Это я всё могу. А я погляжу, девочка, ты не просто так тут появилась. Меня бойфрен достал. Сказки мне не рассказывай. И фантазии свои из головоньки выкинь. Понятно? Вот и ладненько. Он звонил. Кого ты имеешь ввиду? Валеру. Кого ещё ты должна сбросить с обрыва? Я никого с обрыва не сбрасываю, бабуль. Ну спи и стала. Николаю Петровичу ответила бы. Мне нечего ему сказать, и он это знает. Знать то знает, но не отступит. Но он слабый и самолюбивый. А у таких душа часто бывает подленькая и мстительная. Ты берегись его, Людочка. Кого? Валеру? Бабуль, ну что ты? Ему больно, но он не причинит мне вреда. Сама на подлость не способна. Думаешь, и другие из такого же теста? Только не Валера. Идеалистка. С приездом, Светлана Николаевна. Привет, привет. Спасибо. Отец дома? Утром уехал, ещё не возвращался. Тищу в дом занеси. Все. Светочка, легка на помине. Только отец сегодня про тебя вспомнил, и ты приехала. Откуда он узнал? Он же отец. Он чувствует. Где она? Ты о ком? Рай, не зли меня, где она? А то что сделаешь? Выгонишь или поколотишь? Я буду решить проблемы по мере их поступления. Светочка, это я в детстве могла тебя защищать от отца. А сейчас ты большая девочка. Пожалуйста, веди себя хорошо. Кто это овца, которая окрутила моего батю? Не знаю. Я сама не видела. Сегодня приедет, увидим. А сейчас иди на кухню. Я тебе такую лазанью приготовила. Ты же любишь. Ладно. Рая! Ты меня обманула! Чего ты так орешь? Сливки скиснут. Ты кто вообще? Ты кто? Если что, детка, вот это вот все – мой дом. А-а-а! Ты дочка Николая Петровича. Да. Подруга Люды. Его жены будущей. Ты услышала, что я сказала? Ноги в зубы. И погнала отсюда. А ты что, не хочешь узнать, кто окрутил твою папашу? Я ее как облупленную знаю. Выходит, мы с тобой союзники? Хотя посмотрим. Каков твой интерес? Хочу нормального богатого папика. Может, он тут будет пробегать, а его кручу. Мне главное встретить. Только не моего батю. Еще здесь наследников я не потерплю. Ты дальше, собственно, носа не видишь. Я, может быть, тебе понадоблюсь. И что же там дальше моего носа? Расскажи и ко мне. Мне не нужен штамп в паспорте. Я просто хочу немного нормально пожить. Все так говорят. К хорошему быстро привыкаешь. Уж я-то знаю. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Первое, избавиться от Люды. А я слышала, клин клином вышибают. Руки показала? Зачем? Руки. Ты понимаешь, что у тебя должен быть идеальнейший маникюр. Иначе мой батя на тебя не клюнет. Поэтому быстро доела и погнали в салон. Что-то вы поздно, Николай Петрович. Светка примчалась. А как же? Только я вам вот что скажу. Надо ее гнать. Кого? Светку? Яну, подружку Люды. Чего так сурово? Слишком быстро со Светкой сдружились. Нашли против кого дружить. Хорошо, я подумаю. Так. Ну что, Татьяна Ивановна, вы борец. Восстанавливайтесь быстро. Вашими молитвами, добрый доктор. Хотя я бы посоветовал бы еще недельку в профильном санатории. Мы постараемся. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое. Бабушка, я так рада. Рада-то рада. Да глаза на мокром месте. Бабуль, что ты такое говоришь? Для меня главное – твое здоровье. Прости меня, внученька. Вот так хочется пожить. Правы, на кого видеть. Я понимаю, как тебе возвращаться в свои проблемы. Девочки, миленькие, ну, пожалуйста, ну, все будет хорошо. Ты давай восстанавливайся, поправляйся. Скоро домой, там все решим. Да. Николай Петрович. Я вот вам чай заварила сама. Спасибо. Давно хотела вас спросить. Вот вы служили в Афгане, да? Ну, да. У меня просто папа тоже там служил. Может быть, вы и встречались? А где именно он служил? Не знаю. Точно не знаю. Да сейчас уже не спросишь. Он умер. И мне так иногда бывает грустно. Завтра Люда возвращается. И мне бы очень хотелось остаться с ней в этом доме наедине. Если тебе некуда идти, давай я сниму тебе квартиру. А, да. Я поняла. Приятного чаепития. Спасибо. Угу. Ну что? Облом? Да ну тебя. Ты говорила, что он ревнивый. Да, он ревнивый. Он чуть ли не прибил мою маман, когда застал с любовником. У меня есть новый план. Новый. Я тебе скажу так, я больше не верю в твои планы. Поняла? Этот план лучший. Бабуля, аккуратно. Дорогие дамы, я вас приветствую. Здравствуйте. Золотой мой человек. Спасибо тебе за помощь. Рад видеть вас в добром здравии, Татьяна Ивановна. Диночка. Да. Ты со мной? Ну, конечно, мама. Спасибо большое. О чем-то? Спасибо. А мы за вами на машине. Как она? Врачи говорят, хорошо, но только нужно время. Ну, будем надеяться. Держись, держись. Давай, давай. Сама, 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 сама. У тебя было время подумать. Не передумала? А вы? Вы же меня совсем не знаете. Ошибаешься. Когда ты была маленькой, мы с твоим папой очень тесно общались. Это потом жизнь раскидала. Я, например, помню, как в детстве ты хотела быть царевной лягушкой. А потом балериной. Я не помню про лягушку. Было. Да. Давай так. Я буду тебе рассказывать, какой ты была в детстве, а ты научишь меня танцевать вальс. И танго. Не знаю. Танго, боюсь, не потяну. Но танцевальный зал я уже приготовил. Предлагаю выпить за наше будущее. Поехали. Ой. Ну вот, все испортил. Не дотерпел до дома. Хотел побыстрее подарить. Нет, я на самом деле всегда мечтала, что будет шампанское, цветы и кольцо. Глупость, да? Нет, не глупость. Мечитательность. Это мне в тебе и нравится. Честно говоря, у меня была мысль попросить папу сделать здесь бас… Раиса! Что здесь происходит? На кой черт здесь зеркала? Куда делась вся мебель? Это Николай Петрович распорядился. Освободить пространство. Здесь теперь будет танц-зал. А-а-а. Батя совсем рехнулся. Так это, наверное, для Люды. Она в детстве танцами занималась. Короче, надо его спасать. А это нормально, что она все время нас подслушивает? Это нормально? Ну согласись, это же удобно. В смысле, она в курсе нашего плана? Ну это ж капец. Детка, расслабься. Мы обо всем договариваемся, тихо и незаметно. Ну мы же не идиотки, в конце концов. Прошу прощения. Молодые приехали. Встречаем? Что? Молодые приехали. Идем. Молодые приехали. Сейчас блевану. Подожди, наоборот, надо счастье, радость. Иначе не получится. Вот так. Проходи, проходи. Проходи. Проходи, проходи. Ну вот, здесь мы и будем жить. Красивый дом. Приятно. Папочка, я приехала. Знакомьтесь, это моя Люда. Света? Очень приятно. Очень приятно. Какое шикарное кольцо. Я тебя поздравляю, моя девочка. А дай померить, можно? Правда? Я бы не делала этого. Плохая примета. Ну, я рад, что вы познакомились. Мы пойдем отдыхать. Пойдем. Пойдем, пойдем. Спокойной ночи. Какое прекрасное кольцо. Замолчи ты! Этоожусь. Я живу героев. Совсем дорогу. О, куп QuAh B." Да. А �менты, я! М smack. Завтрак уже подавать? Рай, а ты не знаешь, где моя будущая жена? А вы слышите музыку? И? Слышите? Они там. Они? Они. А ваша-то лучше всех. Какая из моих? Не прикидывайтесь. Та, с которой вы глаз не сводите. Давай. Доброе утро, девчата. Доброе утро. Доброе утро, бабочка. Смена музыки. Прошу прощения, дама. Ничего. Обманул. А у вас хорошо получается. Я прожил долгую жизнь, всякое бывало. Чё-то, походу, не наш день сегодня. Ничего, мы ещё отыграемся. Пойдём. Скажи мне, ты хочешь многолюдную свадьбу, платье, фата? Как скажете. Может быть, прямо сегодня в ЗАГС? Как вы решите, так и будет. Люна, может быть, уже будешь говорить мне ты? Как хотите. Слушай, я не твой хозяин, не твой господин. Я хочу, чтобы ты была моей женой. И чтобы у нас были равные права, понимаешь? Правда? Конечно. Тогда давай распишемся без всяких торжеств, ладно? Как скажешь. Наверное… Наверное, нам нужны свидетели? Ну… С твоей стороны возьмём Яну. Хоть какой-то толк от неё будет. А я позову Алексея. Договорились? Опа-на. Здрасте. Здрасте. Ты Валера? Для тебя я могу быть кем угодно. Пикап-мастер, уровень Бог. Проехали. Я здесь по делу. Я слушаю. Меня зовут Света. Валера. И это мой отец увёл у тебя лиду. И что? А то, что я хочу восстановить справедливость и положить конец этому чёрному союзу. А почему-то он… Мне кажется, всё логично. С одной стороны деньги, с другой молодость. Начнём с того, что это мои деньги. А, я понял. Тебе нужен союзник, да? Ну, союзник из тебя ещё тот, конечно. У тебя из-под носа уводят бабу, а ты сидишь ложа руки. А это не твоё дело. Рыночная экономика. Он предложил ей цену, а она согласилась. Вот и всё. Слушай, друг мой, не знаю, как ты. Лично я хочу постоять за себя. Понятно? Ну, может быть. Может быть, я бы её проучил. План какой? Не всё сразу. Я сегодня здесь исключительно со знакомительной целью. Но придёт время, будет и на нашей улице праздник. Это я тебе обещаю. Хорошо. Договорились? Мне кажется, такой союз надо закрепить страстным поцелуем. Как думаешь? Я скоро вернусь. А ты ничего, парниша. А куда мы едем? В ЗАГС. Что? Стоп! Не-не-не-не! Без свадьбы, без фаты! Люда, ну свадьба, ну это же свадьба! Ян, прям свадьбы, свадьбы не будет. Вместо свадьбы мы решили после ЗАГСа на недельку во Франции. Что? Мы решили? Билеты уже заказал. Подождите, а как же без свадьбы? А гости? А когда будут гости? Я бы, я бы платье надела. Люд помнишь, которое с разрезом и вырезом? Я помню, Ян. Но какая сейчас свадьба? После смерти папы и полгода не прошло. Бабушку только из больницы выписали. Мама ее ни на минуту не может оставить. Жалко. А свидетелем кто с вашей стороны будет? Хороший парень. Скоро увидишь. Ну, хоть что-то интересненькое намечается. Очень смешно. Вот вам смешно. Вы уже определились. А мне как жить дальше, непонятно. У меня одна надежда была на вашу свадьбу. Я бы платье надела. Нечестно. Нечестно. Николай Петрович. Привет. Что-то я ничего не понял, но как ты просил, при галстуке. В общем, ты свидетель. Свидетель чего? Женюсь. Поздравляю вас. Пойдем. Меня зовут Яна. Я свидетельница со стороны невесты. Ну, я, как выяснилось, тоже свидетель. Спасибо. Господи, какая же красота. Что-то девочка наша грустная. Да нет. Вот. Посмотри, она прям светится от счастья. Ты вот сюда посмотри. Глаза печальные-печальные, но ничего ее не радует. Ну, мама. Ну, что ты во всем негатив видишь? Ну, посмотри ты, посмотри. Господи, это же Лисейские поля. Это же Эйфелева башня. Ты мне ж не против. Ну, просто смотрю в глаза. Они такие грустные. Такая тоска в глазах. Это она по нам скучает. Ну, мам, ну, Николай Петрович мир девочке показывает. Надо радоваться. Что? Господи, держи. Таблетки. Держи, держи, держи. Сейчас быстро. За воды. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, давай воды. Выпей. Это… Мой печаль меня съедает. Маленькая моя. Ну, она скоро сама приедет, все нам расскажет. Не переживай. Да-да, сейчас. Может, таблетку? А? Сейчас пойдет. Все нормально, дочь. Все хорошо. Тебе стучаться не учили, что ли? Замолчи. И одевайся. Это что? Встань. Слушай, ни клоуном, ни альфонсом я не буду. Встань, пожалуйста. И слушай меня сюда. Вставай. Я приведу тебя в наш дом, как своего парня. Одевай. Мой отец тот еще итальянец. Если приревнует, мало не покажется. Понятно? Нет, ну, план хороший. Но шмотки-то зачем? Для пущей убедительности. Мой отец знает, что нищеброд бы никогда в жизни меня не заинтересовал. Понятно? Да. А это что? Ты должен хорошо пахнуть и быть в тренде. Это обязательно? Обязательно. Да все. Годится. Послушай, но мне нужна репетиция. Чтобы выглядеть убедительней. Спасибо. Что-то нас никто не встречает. О, привет. Как вы тут без... Папа. Что ты здесь делаешь? Валер, а ты не говорил, что знаком с моей мачехой? Я не знал, что она твоя мачеха. Может, объяснишь, что здесь происходит? Папочка, все дело в том, что когда ты был в свадебном путешествии, я встретила классного парня, и он мне очень понравился. Или что прикажешь, в монашках сидеть до конца дней моих? Видела, какие красивые бусы? Я хочу такие же. Она такая счастливая. Была. Вы видели, как она на меня смотрела? Она все еще меня любит. А ты? А я кайфую. Я поговорю со Светкой. Ты думаешь, это случайность? Не знаю. Моя дочь, конечно, взбалмошная, но не подлая. Очень хочу думать, что это случайность. Коль, ты знаешь, у меня такое чувство, что они специально это подстроили. Понимаешь, я это по глазам Валерки увидела. Он не был удивлен, сбит с толку, он торжествовал. Меня больше удивила твоя реакция. Ты испугалась? Нет. Нет, ты не прав. Я понимаю. Вполне возможно, ты его еще любишь. Чувства так быстро не проходят, но пообещай мне. Пообещай мне, что не предашь меня. Я хочу, чтобы он ушел. Да, я злюсь на него. Это правда. Но это совершенно разные чувства. Я не предам тебя, Коля. Я обещаю. А не слишком ли круто, а? А если что-то пойдет не так и, может, как-то нам надо постепенно… Яна, ты же сама этого хотела, а сейчас в кусты не получится. Я правильно понимаю, что ты хочешь и капитал приобрести, и невинность соблюсти? Не мандражируй, все будет окей. Господа, есть еще вопросы? Если нет, тогда спокойной ночи. Пока. Пока. Неужели я такая сволочь? Не хочешь продолжения, тогда проваливай. Сама как-нибудь справлюсь, тоже мне мститель. Вот если бы не идиотское чувство долга у Люды, все было бы нормально. Ты понимаешь, в чем вся суть? Люда, падкая на бабло. Но она умеет грамотно прикрывать это все газеткой. Она такая же, как Яна. Та свою душу за золотые унитазы продаст ого-го как. Может быть. Да не может быть, а так и есть. Главное, что завтра все закончится. Все. Что ты делаешь? Ты чего? Я хотела узнать. Может быть, ее дома нет или нет? Ты чего? Я просто, ну… Что ты просто? Вон пошла! А телефон можно забрать? Нет! Ладно. Да. Он поехал домой. Я готов. Отлично. Будем на связи, как и договаривались. Пока. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Да-да! Коль, ты? Валера? Зачем ты сюда пришел? Послушай, я извиниться хочу. Что ты делаешь? Я вел себя как свинья. Хочу извиниться. Ну, хорошо. Ты меня тоже прости. Я не ожидала тебя вчера увидеть. Помнишь, как мы залетали без стука к Яне с Игорем? А они любовью занимались. Прикольно было, правда? Да это к чему? Да так. Валер, признайся, пожалуйста, ты же знал, что Света дочка Николая Петровича. Знал, но поэтому и пришел извиняться. Тебе надо ответить. Подождут. Слушай, я не верю, что ты меня разлюбила. Вот у меня кружится голова, когда я рядом с тобой. Валера, что ты делаешь? Валера, отпусти их! Валера, отстань! Коля, 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 ты не так все понял! Что ты наделала, с***? А-а-а! 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 Что значит нет? Я же сам туда ее отвез. А потом приехала ее мать и со скандалом забрала ее в простую больницу. И сказала, что им не нужна твоя хваленная клиника, и что им оказывается от тебя вообще ничего не нужно. Ладно. Ладно, я разберусь. Разберись, разберись, пожалуйста, Николай Петрович. Разберись. Диточка моя, солнышко мое. Ой, прости меня, пожалуйста. Прости ты меня, это я во всем виновата. Я хотела как лучше. Прости меня, ничего не говори. Я понимаю все. Тихо, тихо, тихо. Молчи, 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 молчи. Молчи. Ты, главное, поправляйся. Сил набирайся. Ой, да замолчите вы уже. Спать не даете. Извините, пожалуйста. Что мне ваши извинения? Идите вон, проплатите отдельную палату. И трещите там, хоть с утра до ночи. Ну и долго я тут буду сидеть? Столько, сколько потребуется. Если быть точнее, то пока это все не закончится. Можно считать, что папа клюнул. И больше на порог он ее не пустит. Но мы еще не до конца победили. Если он меня поймает, с меня шкуру снимет. Ты это понимаешь? Скажи мне, пожалуйста, что тебе не устраивает? Фу. Крыша над головой у тебя есть. Эту квартиру я тебе сняла на два месяца. И оплатила ее вперед. Это не в твоей общаге находиться, где вы там... Друг к другу по головам ходите. Страшновато мне. Об этом ты не подумала? Во-первых, мне нужно закончить институт. Во-вторых, у меня практика. Как раз таки там тебя и будут искать в первую очередь. Поэтому сиди здесь и не высовывайся. Это я уже допер. Я буду тебя навещать. Ты только не забудь. Валер, если быть честным, то есть еще одно дело. Я просто знаю своего отца и он будет грузиться и загоняться и все дела. Это ты на что намекаешь? В общем, ну, тебе нужно съездить к ней в больницу и подарить ей цветочки. Ему первым же делом об этом доложат. И он никогда в жизни больше не женится. И тогда можно считать, что мы сто процентов победили. А если меня поймают? Тебя в любом случае найдут. Просто гни свою линию. Люблю не могу. Первая любовь. Она без меня не может. Я без нее не могу. Бла-бла-бла. И все эти сопли. Слушай, рассуждать легко. Ты мне лучше деньжат подкинь, чтобы не так обидно было по морде получать. Скажи, пожалуйста, чего ты так боишься? Убивать он тебя не собирается. Просто немножко помотает. Самое главное, как можно чаще говорить слово «любовь», «люблю», «любимая». Это на него действует каким-то магическим образом. Понял меня? Понял. Ладно, я пойду. Я уверена, что он сто процентов захочет с Анной поговорить. Буду давить на жалость. Скажу, что ты меня использовал, бросил, обманул и все дела. Так-так-так-так-так, стоп. Я должен тебя использовать, но чтоб ты убедитель не врала. Николай Петрович, может, я схожу, к ним все узнаю? Они не откроют. Будем ждать. Так уже третий час ждем. Сколько надо будет, столько и будем ждать. Сядь в машину, не отсвечивай. Понял. Дина, тебе придется со мной поговорить. Мне с вами не о чем разговаривать, Николай Петрович. В какой она больнице? Я вам доверила своего ребенка, а вы поступили как животное. Где Люда? Мне необходимо с ней поговорить. Ваши разговоры, ваши подарки, ваше добро нам боком выходят. Вы не заметили? Мы жили в Хрущевке, были счастливы. Переехали в ваши хоробы. Вот Кирюша и надорвался. Что ты такое говоришь? Правду. И я не хочу тебя видеть. Тебе понятно это? Люда тоже. Я, я признаю, я виноват, но я никогда никому не прощал измены. Какой измены? О чем ты вообще говоришь? Какая измена? Людочка на это не способна. Я ее мать, я ее лучше знаю. Она чистейший человек. Коль, пожалуйста, оставь нас в покое. Паша, надо узнать, в какой больнице Люда. Ну-ка, сделаем. И Козинцева найди. Это Валера, что ли? Да. Хорошо. В офис? Нет. Домой поехали. Принято. Ну-с. Молодец, девочка. Все будет хорошо. Главное, не падай так больше неудачно. Доктора, никакие последствий не будет? Время покажет. Спасибо. Бабуль, иди домой. Со мной все будет в порядке. Дина вернется. Я пойду. Мне правда уже лучше. А этот, что бы мужа твоего ревнивого отгонять? Он что, приходил? Домой приезжал. Он спрашивал, в какой ты больнице. Бабулечка, бабуля, я не хочу с ним разговаривать. Пожалуйста, забери меня отсюда. Как только доктор скажет, мы сразу поедем домой. Я тебе обещаю. Он тебе говорил, за что? Старый дурак приревновал. Крыша и поехала. Бабуль, я за Валеру. Волнуюсь. Ему надо уехать. Света. А ему, если и врежут, то по делам ему. Да он любит меня, бабуль. За это нельзя наказывать. Насильничать в доме мужа – это любовь. А со Светой он разговоры разговаривал. Да я во всем виновата, бабуля. Мне надо было Колю попросить, чтобы Света уехала из дома. Ну, не плачь. Ну, я тоже плакать начну. Ну, что за судьба у тебя такая? Ну, любовь, она радость, счастье. А когда печали обманывают, это же по-другому называется. Ну, за что ж тебе такое? Ну, за что ж тебе такое? Светка дома. Мышью сидит у себя. Позови. Прямо сейчас. Сядь. Где он? Сбежал. Он использовал, он меня избежал. Пап, мне так плохо. Где ты его подцепила? Я прошу тебя, не берите душу. Говори. Это я его подцепила, это он меня подцепил. Мы познакомились в ночном клубе. Он знал, кто я и поэтому все досконально продумал. Почему тебе всю жизнь тебя тянет на каких-то проходимцев? Папа! Я просто тогда поссорилась с Виталиком. Мне было очень плохо. Я решила пойти в клуб, но выпила лишнего и... Если бы я знала, что он за человек, я бы никогда в жизни на него не посмотрела. Когда ты, наконец, поумнеешь. Я обещаю тебе, что я поумнею. Но ты же прекрасно понимаешь. Он должен был обманывать меня, а она должна была обманывать тебя. Ведь это очень удобно. В твоем доме, в твоей постели. Заткнись! Папочка, ты не по... Да нет, сейчас я позову Раю. Я? Третья городская. Понятно. Кто там с ней? А Козинцев? Что значит не нашли? Ищи, Паша! Рая! Иди там уберись! Папа стакан разбил! Все в порядке, Рая. Подметать нечего. Я бы на твоем месте не доверяла ее заплаканному личику. Ты о чем? Шушукались подозрительно все трое. Задумали что-то. А Яна где? Смылась. А Света говорила по телефону. Смеялась, аж захлебывалась. И тут вдруг скорбь вселенская. С каких пор ты ее не любишь? С тех пор, как ты стал ей все позволять. От вседозволенности, безнаказанности она... Порой крышу сносит. Даже думать не хочу. Что моя дочь способна на такую подлость? А ты Янку тряхни. Подругу ее. Она что-то знает. Только ты не угрожай. Деньги покажи. Она за деньги мать продаст. Алло. Значит, слушай меня сюда. Хватит отсиживаться. Бегом бери цветы и дуй в третью городскую. Она там лежит. Да, постарайся сфотографироваться так, чтобы в кадре было видно, как вы улыбаетесь. Все, не ной бабло, сейчас скину. Яна, пройдите в машину. Ну, с вами хотят поговорить. Я с вами никуда не пойду. Пожалуйста, сядьте в машину. А, это Николай Петрович. Николай Петрович, а что случилось? Не переигрывай. Ты знаешь. Не знаю. Честное слово, не знаю. А что я должна сделать? Расскажи все, что тебе известно. Ну, я не в курсе, клянусь. Очень жаль. Я думал, ты умнее. Постойте, я могу подсказать путь, который поможет все узнать. Не сомневался. И что это за путь? Закажите распечатку звонков Светы в тот день. Все. Если обманула, уничтожу. А если нет, подкиньте еще. Договорились? До свидания. Что вы делаете? Мы переводим вас в отдельную палату. Но я никуда не пойду. Звонил Николай Петрович. Он все уладил, вы не волнуйтесь. Нет, нет. Я хочу домой. Я же могу домой. Ну, полежите еще пару деньков. Окрепните. Дома я же не умру. Противопоказаний нет. Постельный режим можно и дома соблюдать. Но у меня предписание перевести вас в отдельную палату и обеспечить… Подождите. Вы можете вызвать такси и помочь мне собраться? Я никуда, ни в какую отдельную палату не пойду. А вас будут заставлять. Вы же не хотите себе неприятности, правда? Помогите больной. Спасибо. Хорошо. Да, вы упрямая девушка. Многие пытаются быть в отдельной палате, а вы… Я, я просто хочу домой. Там меня быстро на ноги поставят. Так, ну, вы не волнуйтесь, я все сделаю. Ну, и такси сейчас подъедет. Ага, спасибо большое. Сейчас. Так. Ну вот. Сейчас, сейчас. Зря вы торопитесь домой ехать. Да нет, все нормально. Дома и стены помогают. Сейчас я передохну и пойду. Привет. Это тебе. Все, можете идти, я ей помогу. Что ты здесь делаешь? Краду тебя у этого мерзкого старикашки. Валера, уходи, пожалуйста. Я могу Абрану позвать. Валера, Валера. Что, я люблю тебя. Не надо охрану. Валера, это подло. Я люблю тебя, слышишь? Это подло, прошу тебя, уходи. Это подло. Пожалуйста, помогите мне. Так, или я сейчас вызываю охрану, или вы сейчас же уходите. Я ухожу. Я ухожу. Ухожу. Все. Все хорошо. Давайте. Так, давайте-ка, сумочку мне. Оп. Осторожно. Вот зря вы не остались. Окрепли бы. Потом поехали. Папочка, хочешь присоединиться? Что-то случилось? Это я у тебя хочу спросить. Сейчас не поняла. Дай мне свой телефон. Зачем тебе мой телефон? Если я в чем-то провинилась, просто скажи мне об этом. Я тебе больше не доверяю. Телефон. Я очень не хочу тебя расстраивать, но ты меня вынуждаешь. Ты о чем? Я не хочу показывать тебе эту мерзость, но… Смотри сам. Здесь все очевидно. Она тебе изменяет. Ну что, видишь, кому ты доверился, пап? Ты мизинца ее не стоишь. Пап, я могу все объяснить. Каждый свой шаг. Он угрожал мне. Он угрожал убить тебя. Он… Хватит врать! Спасибо, Райан, что-то у меня аппетит пропал. Может, аперитивчику? Полюбуйся. Это моя родная дочь. Что это? Распечатка. Ее телефонного щебета с хахалем. Ты что, прослушивал родную дочь? Нет. К сожалению, поздно подсказали. Я понимаю, что она не испытывает ко мне любви, но унижать… Этого я ей не прощу. Рая, сваргай мне, пожалуйста, пару брускет с лососем. Стой, Рая. В этом доме тебя больше кормить не будут. В каком смысле? В прямом. Папа, знаешь, что я тебе скажу? Люда, это не та женщина, которая может тебя осчастливить раз и на всю твою жизнь. И скоро ты это поймешь. Именно поэтому устроили весь этот спектакль. Пап! Вон. Что? Вон из моего дома. Я-то уйду, но мои слова ты очень скоро попомнишь. Это я тебе обещаю! Коль! Успокойся. Светка, Светка. Зачем ты пришел? Я должен поговорить со своей женой. Я не пущу. Это не тебе решать. Дина, я во всем разобрался, поэтому и пришел. Спасибо. Спасибо. Люда. Я ни в чем перед тобой не виновата. Я знаю. Ты зря пришел. Знаешь, когда Светка была маленькая, я сутками пропадал на работе. Моя жена не выдержала и взяла ребенка, забежала к другому. А когда хотела вернуться, я не смог ей простить измены. Я не собираюсь к тебе возвращаться, Коля. Прости меня. Я просто пытаюсь понять, почему это произошло с нами. Прости меня, пожалуйста. Я… 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 Я не знаю, что со мной произошло. Просто… Какое-то помутнение, рассудка. Прекрати, Коля. Я же знаю, что ты не такой. Я не такой. Я только кажусь сильным. На самом деле, я… Слабый и безвольный. Не надо. Я не смогу без тебя жить. Не надо. Понимаешь? Я же знаю, ты потом не простишь мне свои слабости. Это не слабость. Это не слабость. Это любовь. Сейчас я мечтаю только об одном. Пусть будет это потом. Все будет по-другому. Я обещаю тебе. У меня есть одно условие. Светку я выгнал из дома. Света здесь ни при чем. Тогда что? Я не буду сидеть дома. Я хочу работать. Честно говоря, я сам хотел тебе предложить. У меня есть один проект. Я очень давно над ним работаю. Хочу построить хороший дом для престарелых в памяти моей маме. Возьмешься. Но я же никогда не… Ну… Я одна не справлюсь. У тебя будет очень хороший помощник. Ты с ним знакома. Мой зам по строительству, Алексей. Что скажешь? Я согласна. Ну… И зачем ты меня сюда притащил? Идем. Я не понимаю вообще, зачем я на это согласилась. Чтобы что делать? На кого смотреть? На пташек? На голубей? Прости, пожалуйста, не то настроение. Поверь мне, тебе станет намного лучше. Валер, мне станет намного лучше, когда эта жаба исчезнет из моего дома и из моей жизни. Мы пришли. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Ты вообще нормальный? Ты меня привел вот сюда ради вот этого? У меня вообще-то абонемент в лучшие спортивные клубы. В которые ты не ходишь. Надевай. Отлично. Давай. Давай. Ага. Ну? Бей. Выпусти пар. Я понял. Теперь веселей. Бей. Хорошо. Ненавижу! Василище, бей! Я тебя убью! Убьешь. Только не надо орать об этом на каждом углу. Послушай мне сюда, советчик. Отвали вообще от меня! Забери свои перчатки! Не помогает! Ну? Признавайся, стало ведь гораздо лучше, правда? Валер, я тебе еще раз объясняю, мне станет гораздо лучше, когда она сдохнет. Ты прикалываешься, что ли? Люда здоровая баба, она скорее детей нарожает, чем сдохнет. Ты когда-нибудь видел такую девушку, у которой, так говорят глаза от предстоящей работы, не от шматья с бриллиантами? Ну, а что, предстоящий? Уникальная женщина. Я готов еще десять таких домов построить, чтобы сделать ее счастливой. На это я согласен. Кажется, я нашла то, что нам нужно. Смотрите, это идеальный вариант. Да, да, да. Леша! Привет! А чего ты мне не звонишь? Мы же договорились. Прости, работы много. Нам с Людой надо яхтеобъекты убирать. С кем? А можно я с вами поеду? Мне надо с ней очень поговорить. Слушай, извини, звонок. Привет! Ты дуешься на меня за что-то? Ян, просто у меня сейчас дела, и у меня стройно разговаривают по душам. Извини. Люд! Мне очень нравится Леша. Это замечательно. А я тут при чем? Не прикидывайся, от тебя много чего зависит. Ты ошибаешься. Ну, тебе сложно меня похвалить там, сказать, что я хозяйственная, добрая. Ян, прости, пожалуйста, но врать не умею. Спасибо. Ты прямая, как столб. Я вообще не понимаю, почему с тобой Валера был. Прости. Он совсем скатушек слетел из-за тебя. Даже готов жениться на свете. Он женится? Ну, я точно не знаю. Знаю, что он готов на все, чтобы забыть тебя. А Светка? А Света? Ну, она таща штучка. Но она готова сделать все, чтобы тебя насолить. А как же любовь? Наверное, из тебя пример берут. Ну что, готовы? Едем. Ну, вот и наша первая точка. Смотри. Ага. Лес рядом, красота. Красиво. Я осмотрюсь? Да, конечно. Леш, вот ты вот место по строительству выбираешь, а Люда тут что делает? Люда? Ну, так она с сегодняшнего дня директор фонда и мой непосредственный начальник. Круто. Ну, хотя, с другой стороны, что я делаю, как не на работе пропадать, когда мужа терпеть не может? Ты чего несешь? У них с Петровичем все сладенько, как розовый сиропчик. А, ты не знаешь? Он ее просто купил. Я тебе могу все рассказать. Хочешь? Поехали отсюда. Нам еще варианты смотреть, а уже темнеет. А это что, не подходит? А чем здесь пахнет? Чувствуете? А, ну так это, наверное, завод мусоросжигательный. Он рядом. Ты серьезно, Леш? Ну, сейчас зима, а летом, представляешь, что будет? И потом, три часа от города. Это не слишком далеко? Кто этих бедных и несчастных стариков будет навещать? Ладно, поехали дальше. Ну… Алло, давай рассказывай уже. Дайте спокойно поесть, я и так все на взводе. Была б голодная, ела бы быстрее. Теперь вообще аппетит пропал. И все из-за этой Люды. Есть что-нибудь выпить? Морс! Либо ты рассказываешь, либо ты валишь отсюда. Я боюсь, что Люда отобьет у меня Алексея. Она от него не отходит. Я не могу с ним нормально поговорить. То есть, ревнивый муженек отпускает ее к нему, без проблем, да? Ну, они же что-то строят. Яна, можно подробнее, пожалуйста? Люда рулит каким-то фондом. Алексей строит. Капец. Господа, это полный капец. Мой отец обещал мне этот фонд. И теперь его возглавляет эта жаба. А что за фонд? Ты таких денег вообще в жизни никогда не видел. Господи, как же я ненавижу! Но они же строят какой-то дом престарелых. Да, у отца всегда была идея фикса счастливить каждого ходящего по этой земле старика. То есть, Люда и этот строитель вот-вот наставят рога своему благодетелю, да? Они все время вместе. Как мне остаться с Лешей наедине? Не мешала бы ты им, подруга. Ты эгоист. А это мой шанс. Шанс. Свет, не переживайте так. У нас вот появилась возможность. Скажи мне, пожалуйста, ты нормальный? Ты слушаешь эту дуру? Нет у нас никакой возможности, никогда не было! Вы оба! Пошли вы! И так нервы, ни к черту! Давай сюда! Давай, давай! Ну, отлично. Техника, ГСМ, все готово. Всего хватает? Хорошо. Что-то мне это все стало уже доставать. Алексей! Добрый день! Добрый. У меня есть отличная идея. Пойдемте. Ну-ка, постой. Надень. Ага. Какая? Я хочу, чтобы в этом доме установили лифт. Хотите? Вы? А мне очень интересно, вы, простите, кто? Может быть, строитель? Леша, а что с тобой? Мы же были на ты. Были. До тех пор, пока вы не стали вмешиваться в мою работу. Послушай, пожилым людям будет очень сложно подниматься по лестнице. Эти коррективы необходимо было вносить на этапе планирования. Да почему сейчас-то нельзя? Мы же только яму роем. Не яму, а котлова. Послушайте мне, Людмила. Я прекрасно понимаю, что вам смертельно скучно дома. Что вам совершенно нечем заняться. Но это не повод вмешиваться в мою работу и учить меня строить. Алексей, постойте! Ай! Ну, что там еще? Ай, ногу подвернула. Ай. Хоть бы не выех. Хоть бы не выех. Ну, вот теперь-то ты меня выслушаешь? Времени минута. Слушаю. Я посмотрела сотни проектов в интернете. Зачем? Пойми, мы строим не просто дом. Это последнее пристанище, и оно должно быть максимально комфортным. Мы и так делаем доброе дело. А это не повод на этом экономить. Согласен, не повод. На чем-то сэкономить придется. Так. Осторожно. Ты знаешь, я вот только одного не понимаю. Ты жена состоятельного человека. Ну, ходила бы себе по бытикам, махнула бы на Гавайи, Барабора или другой остров с непроизносимым названием. Как любая другая на том месте. А у тебя ловко получается. Ну, так вот, я и не понимаю. А зачем тебе вот это все нужно? Я не любая. Ну, это я уже понял. Был бы глупее, не понял бы и подумал, что у тебя ко мне сплошная куртуазия. Что, прости? Это моя бабуля. Любила так говорить. Держи. Если что, это была шутка. А если что, это что? Привет. Я завтрак принесла. Ну, подругу покорми. А мне работать пора. Хорошо. Ты прям зверь. У меня папа кикбоксер был. Впечатляет. Выпустила пару, а? Знаешь, что я поняла? Я действительно хочу ее убить. Что? Ты все слышал. Скажи, пожалуйста, это возможно как-то найти нужного человека? Я просто не хочу быть соучастником. Но я подумаю. Побыстрее, пожалуйста. Деньги где возьмешь? А? Машину продам. Он же забыл про нее, она не дешевая. Хорошо. Я уже начинаю жалеть, что поручил тебе это дело. Ну, ничего себе заявление. То есть я искрю, горю, стараюсь. Только я тебя все реже вижу. Ой. Что изучаешь? Да я вот смотрю, как выглядят подобные дома в других странах. Мне кажется, Леша сможет быстро построить, если за основу… Стать. Насчет Леши. Не мешай ему. Что, уже нажаловался? Я никому не позволю жаловаться на мою жену. Но Леху я очень хорошо знаю. Он начинает нервничать, когда вмешиваются в его дела. Я, конечно, на месте усидеть не могу, но время у него на отдых есть. Пока у меня, ой, нога придет в норму. Что случилось? Не переживай. Просто оступилась на стройке. В больнице была, рентген уже сделала. Просто растяжение. С тобой не соскучишься. В общем, так. Без моего ведома из дома ни ногой. Угу. Угу. А это что такое? Да, так. Не знала, что это слово значит. Как-то стыдно стало. Решила погуглить. Куртуази. И где ты его услышала? В кафе. По телевизору, кажется. Коль, мне работать надо. Ладно. Ладно. Ну что, узнал что-нибудь? О чем? Валер, не тупи. Нам же хорошо вместе. Может, пусть они живут, как хотят. Скажи мне, пожалуйста, ты идиот. Шепнули мне. Есть один сайт, короче. Там можно найти кого угодно. Что, прям так и пишут, хочу найти киллера? Тоньша. Типа, нужен человек для решения проблем. Адрес сайта есть? Скоро будет. Готов деньги и фотографии ее. Что у тебя нет ее фотографии? Все убил. Хорошо, я поручу это кому-нибудь. Нет. Не надо политься. Давай, Светуль, сама. Так будет надежней. Так будет надежней. Слушай, ну а где копать-то, а? Вон тебе показываю. Если тут... Возьмите денег. Слушай, ну пусть начальство решает. Привет. А что ты мне позвонила? Да вот, не хотела расстраивать раньше времени. Ошибаешься. Я скучал. Леш, давай в вагончик зайдем, а то у меня такое ощущение, что за нами подсматривают. Ну да. Десятка два рабочих. Знаешь, когда я тебя на руках нес, очень хотел, чтобы дорога не заканчивалась. Не надо, Леш. Угу. Пусть он нам закопает. Угу. Пусть, давайте подорвать под сумочку, а? Пусть, давайте подорвать под сумочку, а? Лют. Леш. Извини. Пожалуйста, больше никогда не... Да, я все понял. Я не имел права. Прости. Но ты же его не любишь. Я его бесконечно уважаю. Разведись. Коля, что ты тут делаешь? Алексей, выйди. Мне надо поговорить с женой. Ты обещал больше не ревновать меня. Пока ты не стала мне врать. Я? Ты! Куртуазия. Это его любимое словцо. Только употребляет он его. В другом смысле. В каком? И где моя святая жена услышала это слово? В кафе? По телевизору? Прости. Не хотела кормить твою фобию. Домой. Говорю тебе, сиди дома. Все-таки понравится. Решательно, проблем заказывали? Чего ты так трясешься? Принесла? Да. Карман клади. Там все. Имя, адрес, номер машины и деньги. Быстро убивать или медленно? Я не знаю. Просто убейте ее, пожалуйста, и все. Так и будешь затворничать? Как ты, в педальнице сидеть? Ну, я предлагаю для надежности связать меня цепью, чтобы не сбежала. Не утрируй. Ну, а как мне доказать, что нет причин для ревности? Ты же никому не веришь. В этом вся причина. Куртуазия меня добила. Я Пашу по делам отправил, а Алексей просит приехать на объект, что-то у него там случилось. Может быть, отвезешь меня? Вот сам и поезжай. Субтитры делал DimaTorzok Ты не вовремя. Яночка, я с подарком. Ух ты! Чем у тебя так вкусно пахнет, а? Ух ты! Это не для тебя. А для кого? Для Люды. А национальными днями на стройке. Ну да, так я тебе и поверил. Строителя своего кормишь, да? А я как дурак тебе подарки покупаю. Подарки? Покажи. Класс! Игореша! Спасибо! Да, вот деньжат заработал. Решил купить по старой памяти. А откуда у тебя деньги? А вот этого тебе лучше не знать. Согласна. Какая мне разница, как мужчина деньги зарабатывает? Бон аппетит! Бон аппетит! На, выпей, ты успокаивающе. Валера, надо все отменить! Ты чё с ума сошла? Ну-ка сядь! Я не могу, мне страшно, надо все отменить! Послушай, дело сделано, они обратно не танцуют. Еще сайт этот куда-то делся, ну есть же какая-то возможность с ними связаться! Они сами тебя найдут, успокойся! Ты слышишь меня? Мне страшно! Раньше думать надо было! Так что успокойся! Или ты хочешь еще в полицию? Пойди, там пари! Если мой отец хоть что-то узнает, то он вычеркнет меня из завещания. А он узнает, докопается! Я же знаю своего отца! Как только что стало известно, в центре города обстреляна машина крупного бизнесмена Николая Ковальчука. Бизнесмен убит. Подробности смотрите в вечернем выпуске новостей. Ну все, твой отец ничего не узнает. Почему? Потому что он убит. Это шутка какая-то? Какая шутка? По телевизору только что показали. Машину твоего отца обстреляли, он мертв. Как это может быть? Как это может быть? Наверное перепутали жертву Нуэля, она должна была с ним ехать. Короче, ты убила своего отца? Заткнись, я не понимаю, она жива или нет? Неизвестно. Заткнись… А… ЗВОНОК 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 Алло, да. Алло, Люда? Что тебе нужно, Свет? В каком смысле? Что мне нужно? Мы его отца убили! Ну что, она жива? Она дома. И она жива. И она жива. И она жива. Ну что, послушай, я тебя не узнаю. Она жива, раскисла, рыдаешь, сейчас слезами тут все залишь, что соседи прибегут орать, начнут жаловаться, еще и деньги потребуют. Я действительно любила отца. А мне казалось его деньги. Золчи! Я действительно любила отца. А сейчас мне страшно и я вообще не знаю, что мне делать. Просто будь собой. Веди себя, как всегда. Если бы не она, то папа был бы жив. Об этом никто не знает, кроме меня. Но я никому не скажу, обещаю. Они ведь начнут, они ведь начнут все вынюхивать, выискивать. Я возьмусь, дам себя с потрохами. Ты же не тряпка. Я в тебя верю. Успокойся. Эта жаба живет, а папы нет. Так уничтожи ее. Как? Астофия нищая. Забери у нее все. Это все твое. Да. Да, ты действительно прав. Это все мое. Я найду ее, я высосу из нее все соки, выпотрошу. И выпрошу на помойку, как последнюю шапку. Поехали. Куда? Ну, туда, где сможешь это все сделать. В твой дом. Людочка, ты бы поела что-нибудь? Который день уже маковой росинки во рту не было. Воды принесите, Рая. Опять вода. Ты уморить себя хочешь? Не могу даже думать о еде. Рай, съепаем. Рая, у Коли были враги? Ну, были. Наверное. Как же без врагов? Только я не знаю, кто. Я найду, кто его убил. Видала, Света на похоронах и ревел, как белуга. Я ей лично не поверила. Коля ее отец. Ее можно понять. А ты вот вообще слезинки не проронила. Люди шушукались. Мне все равно. Я твоя подруга? Я тебе честно скажу. Вот надо было хоть немножко поплакать. Ну так, ради приличия. Яна, мне очень больно. А когда мне больно, я не плачу. Фу. Там пришел Алексей, документы принес. Пустите. Конечно. Я не тебя спрашиваю. Работы не должны остановиться. Я поговорю с ним в кабинете. Угу. Эта работа вы будете мешать. Оставайтесь, поможете мне. Надо накормить гостя. Ты как? Больно. Я хочу быть с тобой. Леша, извини, но мне нужно время. Еще несколько дней назад в этом кабинете работал Коля. Я не могу так. Да, я все понимаю, но… Не совсем. Мне нужно сосредоточиться только на одном. Мне надо найти, кто и за что убил Колю. Больше я ни о чем думать не могу. Но у нас общее дело. Но у нас общее дело. Его дело. Конечно. Я хотел сказать, что… Леша, извини. Не сейчас. Я всегда буду рядом. У меня к тебе просьба. Да, конечно. Увези отсюда Яну. Ее щебет меня достал. Да. Хоть чем-то смогу быть тебе полезен. Ты подпиши, когда будет время. Так, я не поняла, какого черта ворота открытые. Так Алексей только уехал. Не успел закрыть. Слушай, ты был прав. Хватит киснуть, пора браться за дело. Такая ты мне нравишься больше. Я дома. Я хозяйка. Место хозяйки еще надо заслужить. Да, ты умеешь поддержать. Спасибо. И что ты думаешь? Кто-то поверит твоим крокодильям слезам? Что ты тут делаешь? У меня к тебе такой же вопрос. Что ты и здесь делаешь? Я вот живу, например. А ты? Свет, перестань. Не до разборок сейчас. А что такое? Скорбим. Сами убили, сами плачем. Очень удобно. Не милю ерунды. Я не милю ерунды. Имей в виду, я следаку выложила все, как было. У тебя были железобетонные мотивы желать моему отцу смерти. Не было у меня никаких мотивов. А то, что он тебя избил, это не мотив? Валер, тебя не спрашивали. Посмотрите-ка на нее, изображает потерю памяти. Я тебе сейчас напомню, как все было. Вышла замуж по расчету. Мужа не любила, изменяла. Вот он тебя и избил до полусмерти. Я уважала Колю. И любила его. И залюбила до смерти. А ну-ка, брысь отсюда! Брысь, кому сказала, разгалделась тут! А что такое, Раиса? Почему вы ее защищаете? Это она во всем виновата. А это следствие решит, кто и в чем виноват. Угу. Давай, давай отсюда! Посмотрим. Ты не видел? Что ты ищешь? Драгоценности не могу найти. Да вот они, не паникуй. Что это, не поняла? Я их заложил. В каком смысле? Какая же ты мразь! Готова услышать объяснение? Что? Давай, рассказывай! Я купил тебе жизнь, с риском для себя. Ты украла у меня жизнь, значит, должен ее вернуть, понятно? Ты заплатила киллеру аванс, остальное платить отказалась. Мне пришлось это сделать. За что я им должна была платить? За то, что они облажались? Они потребовали деньги, иначе они бы тебя грохнули. Мне пришлось им заплатить. Какое уродство! В полицию побежишь. Скажи спасибо и плати добром за добро. В каком смысле не поняла? Я официально хочу стать твоим мужем. Не жирно будет, Валер? Да нет. Тебе же нужен надежный человек, чтобы знал все твои проблемы. Ну, вот это я. Будем вместе бороться как-то, выплывать. Знаешь что? Бороться я могу и сама. Понятно? Без меня ты утонешь. На что ты сейчас намекаешь? Сдашь меня? Даже не знаю. Все. Нет. Нет! Людочка. Ты так кричала, ты так сильно кричала. Сон? Да. Страшный сон. Я… Валерьянки. Нет. Давай накапаю тебе Валерьянки. Нет. Хочешь, я посижу возле тебя? А? Люда. Успокойся. Успокойся, прошу тебя. Я завтра уеду домой. Мне там точно будет легче. Я здесь не могу. Как знаешь, дорогая. Идите спать, Раиса. Пусть… Это жесть. Да. Людмила Кирилловна, проходите, садитесь. Здравствуйте. Я получила повестку. Это просто приглашение на разговор. Я всех опрашиваю. Скажите, пожалуйста, хоть что-нибудь уже известно? Ну, пока только версии. Я хочу вам задать несколько вопросов. Извините, если они покажутся бестактными. Я отвечу на все ваши вопросы. У вас с мужем большая разница в возрасте. Вы его любили? Я его уважала. А это более надежная основа для брака, чем любовь. К нам поступило заявление от близких Николая Петровича людей, что ваш брак был браком по расчету. Кажется, это была деловая сделка. Не опошляйте наши отношения. Николай Петрович сделал мне предложение, и я согласилась. Да. Согласились. Вы недавно лежали в больнице? Вы и так сами все знаете. Угу. Это была семейная размолвка. Коля приревновал меня. Оттолкнул, и я неудачно упала. Неудачно упали. Ну, чем мне мотив? Хватит. Вы должны найти убийцу, а не верить слухам и доносам. Они очень правдоподобны. На время следствия я прошу вас из города не выезжать. И мой вам совет. Найдите хорошего адвоката. Людмила Кирилловна, постойте. Меня зовут Глеб Татищев, я адвокат. Хочу предложить вам свою помощь. В сложившейся ситуации я смогу быть весьма вам полезен. А, вам уже все известно? Вот моя рекомендация, ознакомьтесь. А я под подозрением? Я изучил вашу историю, возможно сложности в разных направлениях. Неизвестно, есть ли завещание и что уговориться в нем. Совершенно непредсказуемо, к каким выводам придет следствие. И наверняка могут возникнуть сложности в общении с дочерью, вашего покойного мужа. Я согласна. Хорошо. Я сейчас же займусь вашим делом. Ну что, доволен шантажист? Что дальше? К адвокатам пойдем. Надо узнать, что с завещанием. Да, конечно. Так они взяли и раскололись. Послушай, мы же интересуемся, понимаешь? Мы не интересуемся, мы заинтересовываемся. Объясни мне, пожалуйста, на какое бабло ты собираешься это делать? Слово откат слышала? Нет. Ну так вот, можно завещание будет немножко подправить, если оно не в твою пользу. Понятно. Что бы ты без меня делала? Женушка. Леш, привет. Привет. Хорошо, что приехала. Я как раз собиралась тебе звонить. Нам надо составить новый график работ, потому что надо ускоряться. Ну да, а то это Света может лапу наложить и развалить все к ядреним матери. Меня допрашивал следователь. Я под подозрением. Надо успеть. Я считаю, мой долг, наш долг выполнить желание Коли. Тебе адвокат нужен. Он уже есть. Он изучает сейчас дело и подъедет сюда. Ты с ним познакомишься. Ага. Я вас приветствую. Глеб Егорыч. Алексей. Я получил ответ на свой запрос по поводу завещания Николая Петровича. Ну и? Завещания нет. Николай Петрович старый отозвал, чтобы изменить его. А новый написать не успел. Ну, похоже, дело труба. Следовательно, наследство будет делиться равными долями между вами и дочерью от первого брака. Для меня главное сохранить фонд для строительства Дома ветеранов. Остальное неважно. Ледвина Кариловна, не торопитесь. Поверьте, противоположной стороной это будет расценено как слабость позиции. И они попытаются воспользоваться этим, чтобы забрать у вас все. Кажется, я знаю, кто за тобой следит. Я сейчас. А, вот, это я. А, ты извини, у меня планерка. А что мне делать с обедом? Ян, ты не слышишь? Я работаю. У меня планерка. Иди погуляй и… Да, конечно, я с удовольствием подпишу строительной пылью. Все. Ага. То есть, это получается, она доберет у меня половину? Не Дреев, ты со мной. И это можно протестовать. Простите, пожалуйста. Вы кто вообще? Татищев Глеб Егорович. Татищев? Адвокат Людмилы Кирилловны. Ага. Татищев Глеб Егорович. Извините, а что вы тут делаете? Ревизию? Вы, конечно, уже в курсе, что у моей клиентки принадлежит половина имущества мужа. Описываю, что есть ценного в доме. Обычную процедуру. Вот тебе и тихоня. Айда Людка. Ага. Немедленно убирайтесь отсюда. Не могу. Я на службе. Раиса! За что ты его впустила? Извините, вы не могли бы все это сделать завтра? Моей жене надо успокоиться. Без проблем. Извините. Ничего. Ох, я разворотил ясиное гнездо. Зачем? Посмотреть. Еще не вечер. Тише, а то драконов разбудишь. Дожили. Из собственного дома как воры выходим. Не выходим, а вымойся. Да неважно. Аккуратно. Открывай. Открывай. Так, так, так. А что это у нас тут такое? А это подтверждение моих подозрений. Вы любитесь, Людмила Кирилла. Знаете, что я вам скажу? Все эти вещи мои. И я буду с ними делать все, что захочу, понятно? Я не возражаю. Везите куда хотите, но сначала должен их сфотографировать. Чтобы вы потом не говорили, что их вообще не существовало. Аккуратнее. Удивило. Я от тебя такой прытья не ожидал. Ловко ты нас заманила в ловушку. Отстань, мне не нравится этот цирк. Послушай, я здесь ни при чем. Это Света. Она решила собрать все вещи, куда-то отвезти, но чтобы не делиться. Мелкотравчатая возня тебе так не кажется? Люд, Люд, ты прости, я правда не знал, что… Я могла сама догадаться. И что? Что будем делать? Я? Я еду домой. Это только начало. Мы еще поработаем. Мы заставим вас выйти из зоны комфорта. Глеб Егорыч, извините, конечно, но я не могу больше с вами работать. Это не мои методы. Для достижения цели все методы хороши. Я имею в виду законы, конечно. Видимо, у нас с вами разные представления о допустимых методах. Извините. Алексей, ну хоть ты ей скажи, что иногда нужно запачкать перчатки. Людмила Кирилловна. Я делаю все, что требуется. И не более того. Глеб Егорыч, не надо больше делать ничего и даже больше. Пожалуйста. Я не хочу больше провоцировать, подсматривать, вынюхивать и наблюдать. Это понятно? Неблагодарная вы. Ради вашего же блага старался. Пойдем, я тебя провожу. У-у-у. Я так и знал, что тебя кто-то обидел. Лучше бы поесть принес. Заходи. Ну и кто тебя обидел? Люда. Она всех достает. А что вы не поделились с Людой? Мне просто Свету жалко. Свету? Ну не зря же она ее убить хотела. Что ты сказал? Шучу. Котеночек. Ну расскажи. Ну я же любопытная. Ты все придумал. Ты все придумал. Придумал? Угу. Да и там главное действующее лицо. Или ты рассказываешь, или я ем торт в одиночестве. Выбирай. Спите спокойно, любимая. Ты как вошел? У меня есть ключи, ты забыла? Что тебе нужно? Мать, ты крутая. Правда? Вот умеешь ты наживать себе врагов. Ты о себе? Глеб и Света теперь в одной команде. Они решили продать дом. Пусть продают. Они по документам продадут его за копейки. А реальную сумму нигде не укажут. Валер, меня интересуют только две вещи. Фонд для строительства дома ветеранов и кто убил Колю. Это все. Ты же не дура. Зачем ты себя так ведешь? А зачем ты мне все это рассказываешь? Твой, в чем интерес? Я до сих пор тебя люблю. Вот такую вот. Наивную. Добрую, целеустремленную. Иногда мягкую. Иногда дерзкую. Валер, перестань. Вот, когда-то нам помешало быть вместе, твое чувство долго. А теперь что нам мешает? Я, между прочим, тебя спас. Неужели? Не веришь? Света заказала тебе киллеру. Я им помешал. У меня есть доказательства. Что? Да ладно, я пошутил. Это шутка. Ну, знай, я всегда на твоей стороне. Валер, ключи. Ключи. Да. Так. Все, все согласовано. Через пару недель можешь заняться остеклением. Отлично. Так, я сегодня же переведу деньги. Ага. Леш, надо поторопиться, потому что могут арестовать счета фонда и меня заодно. А почему именно тебя? Они что там, зациклились на личных мотивах? Надо расследовать профессиональную деятельность Николая Петровича. Ну, ты меня об этом спрашиваешь? Нет. Это вопрос риторический. Лют, ты не переживай. Я все построю, обещаю. Леш, я только тебе могу доверить эту стройку. Потому что ты настоящий. И был предан Коле. Нет. Потому что я влюблен. В эту стройку. И в тебя. Да. Сейчас буду. В эту стройку. И в тебя. Да. Добрый день. Вам вниз. Да. Лидочка, документы в БТИ. Отправь, пожалуйста, оригиналы. Янка, ты что здесь делаешь? Поговорить надо. Ну, говори. А тут есть место, где раз с тобой никто не услышит? Ну, пойдем. Ну? Ян, ну о чем ты хотела со мной поговорить? У меня есть одна страшная тайна, и я хочу тебе ее продать. Ян, ну и с каких пор ты стала торговать страшными тайнами? Ты зря смеешься. Света хотела тебя убить, а Игореша ей помешал. Так. Значит, это правда? А ты откуда знаешь? Валера, а что она тебя хотела? Я ему не поверила. Короче, они Свету обманули, денег на ней заработали. Игореша сварганил ложный сайт, а Валера подсунул его Свете, чтобы та на нем киллера искала. Вот она и клюнула. Игореша переговоры вел, деньги брал, а Валера все тайком на камеру снимал. Вот. Потом они, значит, деньги поделили, но Валера почему-то себе большую часть забрал. Угу. Так, а что ты хочешь за эту страшную тайну? Лешу. Ну оставь ты его в покое. Почему все клевые, мужики, тебе? Янка, ну у тебя же Игорь есть, он тебя любит. Ты издеваешься? Я хочу нормального мужика с деньгами и работой. Так, ну мне кажется, Леша взрослый человек и вправе сам решать, с кем ему быть. Давай сейчас ты мне дурочку не будешь включать, а? Ты просто отойди, а потом посмотрим, с кем он останется. Мы договорились. Я мешать не буду, но и прогонять его специально тоже. Нет. Вы договорились? Люд, я не поняла. Ну пожалуйста. Да что за убожество? Надеть вообще нечего. Деньги тоже закончились. У Люды хотя бы фонд есть. Она им распоряжается, как хочет. А у тебя, идиотки, ничего. Как ты вообще со мной разговариваешь? Ты себя видел, что у тебя есть? Я твой муж. Твой хозяин. Как хочу, так и разговариваю. Да уж, хозяин, насмешил. В этом доме должен быть сейф. Где он? Я не знаю, где он. Так ищи! Хватит перебирать свои шмотки. У твоего папы хорошие вещи, дорогие. Зачем они нам? Ты нормальный? Это же отцовские вещи. Пошла ты. Мне нужны деньги. Так иди и заработай. Или ты бомжара, который только умеет что попрошайничать. А! Больно? Я тебя уничтожу! В полицию пойдешь? Да! Не забудь рассказать, как ты своего папу завалила. Валер, пожалуйста, не бей больше! До моего прихода, чтоб нашла сейф. Поняла? Да! Поняла! Ну, ни стыда, ни совести. Бабуля! Это что за партизанщина? Вот, не надо тебе мерзость эту читать. Бабуля! На! Грязная работа! Да это все Светка хочет закопать тебя. Маме только не показывай, расстроится. Не учи ученую. Сама только близко к сердцу не принимай. Пустое это. Давай. Людочка, как хорошо, что вы приехали. Рая, что здесь происходит? Здесь все время что-то ищут. Сейф, документы, завещание. Я не убираю, это бессмысленно. Они дома? Этот Садюга, он ушел. Ушел. А Света, она в комнате и воет. Садюга? Ужите посмотреть, на чего мы душили. Рая, не переживайте. Света! Свет, посмотри на меня. Кто это сделал? Валера? Свет, почему ты на него не заявишь? Послушай, я знаю, я знаю, что ты хотела меня убить. Он тебя просто шантажирует. Слышишь? Бред какой-то. Помутнение было. Для меня главное найти убийцу Коли. Вместе это сделать легче. По-моему, это за мной. Или за мной. Поехали. 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 Старший следователь Сулига, Артём Владимирович, кто из вас Ковальчук Светлана Николаевна? Я. Вы подозреваетесь в убийстве своего отца, Ковальчука Николая Петровича? Мне кажется, я оттуда никогда не выйду. Свет, Свет, я тебя вытащу. Слышишь? Я тебе обещаю, Свет. Я умоляю тебя, вытащи меня оттуда, пожалуйста. Света, верь мне. Не бойся. Я тебе помогу. Не волнуйтесь, Светлана Николаевна, мы обжавы. И что мы теперь предпринимем? Мы с вами, Глеб Егорыч, ничего предпринимать не будем. А чего же? Из-за ваших грязных методов. Да поймите, Людмила Кирилловна, это обычная практика защиты. Защитник, ты хоть знаешь, за что Свету арестовали? У следствия появились доказательства о её причастности к убийству. Какие доказательства? Видеозапись. Она лично на камеру отдаёт киллеру аванс и говорит опять же на камеру об убийстве. Очень неосторожно. Даже не знаю, на чём строить защиту. Люда. Люда, она, конечно, взбалмошная. Её можно управлять, но мы должны ей помочь в память о Коле. Ты же сможешь, ведь она совсем одна, никого нет. Проходите, садитесь. Позвольте. Не волнуйтесь, Рая. Я что-нибудь придумаю. Да. Здравствуйте. О, добрый день, Людмила Кирилловна. Присаживайтесь. Угу. Анжела, оставь нас ненадолго. Пожалуйста. Хорошо. Я ознакомился с делом. Положение очень серьёзное. У следствия видео это железобетонное доказательство. Тем более, Светлана Николаевна подписала признательные протоколы. Зачем она так поторопилась? Чувствует себя виновной. Так, хорошо. А если мне удастся доказать, что Света на видео заказывает не убийство отца, а моё? Ну, а я до сих пор жива. А это меняет статью. И над этим можно поработать. Угу. Я восхищен маме. Спасать человека, который хотел решить вас в жизни, и это… Она дочь моего покойного мужа. Я должна её спасти. Ух уж это чувство. Долго. Я уверена, что на видео киллер был липовым. Её просто подставили. Но если Светлана не виновата, то главным подозреваемым будете вы. Давайте мы сначала Свету вытащим, а потом, если меня арестуют, мы уже что-нибудь придумаем. Ладно? Нужна моя помощь в истории с видео? Нет. Я сама поговорю с нужным человеком. Будьте осторожны. Такие признания опасно добывать. Мам, ну, пожалуйста. У меня там пироги. Да к черту твои пироги. Ты видишь, девочка серьёзно настроена. Спасибо, бабуль. Девочки мои милые, мне нужна ваша помощь. Я должна вытащить Свету из тюрьмы. Ты ничего вообще не должна. Она у тебя всю кровь выпила. Как можешь вытащить, вытащи. С Савельевой всегда благородно поступали. Спасибо, бабушка. Значит так, для этого я должна поговорить с Валерой и убедить его кое в чём признаться. Вот это плохая мысль. Он злой. Ты сама говорила, он Свету побил. Это не обсуждается. Разговор очень серьёзный. Вы должны сидеть по комнатам и не высовываться. Даже если он начнёт кричать и топать ногами. Понятно? Можно, пожалуйста. Я позову Лёшу. Он тихо у меня в комнате посидит. Мам, он занят. Я сама справлюсь. Ну, так, тихо. Пироги горят. Далась вам эта, Света? Мам, она дочка Коли. Ей некому больше помочь. Я боюсь за тебя. Пожалуйста. Ладно. Осторожно. В комнате ничего не поменялось. Всё как раньше. Мы изменились, Валер. Я вот закрываю глаза и вспоминаю нас на этой кровати. А ты не веришь, что я тебя люблю и что Светка для меня ничего не значит. Она твоя жена. Я женился для того, чтобы тебя спасти. Мало того, что она отца хотела убить, так ещё и тебя. Валер, я хочу, чтоб… Подожди. Подожди, подожди. Я ещё не договорил. Я тебе сейчас нарисую нашу счастливую и богатую жизнь. Ты и так уже женщина состоятельная. Но после того, как Света сядет, вторая часть наследства достанется тебе. Ты представляешь, как мы заживём? Мы будем делать всё, что хотим. Жить, где хотим. Хоть на Луне. Чего ты хочешь? Валера, я хочу, чтобы в полиции ты признался, что видео фальшивка. Откуда? Игорёк нас тучал? Я с ним разберусь. Валер, не надо ни с кем разбираться. Надо Свету спасать, слышишь? Ты серьёзно? Абсолютно. Ты с её наволил, а у меня вместо неё, да? Валера, статья незначительная. Адвокат хороший. Ты очень скоро окажешься на свободе. Я тебе обещаю. Послушай, я тебе не верю. Мне кажется, вы обе меня хотите закрыть навсегда. Я тебя никогда не обманывала. Послушай меня. Света сядет. Ты станешь моей женой. Мы будем жить долго, богато и счастливо. Будет так или никак. Ясно? Ты больной. Правду знают все. Я, Яна и Игорь. Если тебе нужно время, я тебе его дам. Подумай, Валер! Привет. Привет, дружок. Что происходит, а? Ты мне подставляешь? Дружок. Я никого не подставлял. Ты идиот. Тебе куда Янка целовала, чтоб ты ей всё разболтал, а? Я никому ничего не болтал. А? Ещё раз спрашиваю. Про видео. Светку и киллера. Ты ей говорил? Нет. Янка… Янка сказала, что никому ничего не скажет. Она обещала. Она здесь всем всё разболтала, а? Чё делать-то, а? Чё теперь делать-то, а? При душе её. Нежно. Ты что, шутишь, да? Нет. Я вообще-то люблю её. Я понимаю, я… Я Люду тоже люблю, но себя больше. Я… Я не могу. Я… Братан, я не могу. Я не… А я тебя научу. Как врач. Хочешь покажу? Ты, значит, вот берёшь, ну, обеими руками за горло и душишь. И душишь. И душишь. Ты больной! Сейчас послушай меня внимательно. Твоя Янка вначале тёрлась со Светкиной попавшей. Сейчас она трётся с этим заместителем его, Алексеем. Она тебя просто использует. Ты понимаешь это? Короче, сделали же. Понял! Игорь, это ты? Да, я. Игорь, это ты? Что-то так рано. Нет. Я… Соскучился. Соскучился. Ой! Сиди! Я не могу. Я не могу. Что… Что ты не можешь? Скажи, зачем? Зачем? Зачем ты всё, зачем ты всё рассказал о Людке? А зачем? Мне Игорь приказал тебя убить, понимаешь? А сам пошёл к ней. Блед какой-то. Нет, нет, нет. Я должен… Я должен всё рассказать полиции. Сейчас пойти и всё рассказать полиции. Да, да. Всё так я делаю. Надо предупредить Люду. Да, да, точно. Нет. Телефон разбился, когда я с Валяркой дрался. А мой разрядился. А может, всё оставить как есть? Предупредить. Да. Пойду. Ты меня, правда, хотел сдушить? В объятиях. Только в объятиях. А ты сегодня рано. Я всё обдумал. Цветы сохранила. Что? Что ты решил, Валер? Ты меня снова предаёшь. И ради кого? Валера, ты же знаешь, Света не убивала своего отца. А кто? Следствие найдёт. Ну да. Да. Какая же ты всё-таки дура. Я понимаю. Ты подставил Свету, чтобы забрать её деньги. Хочешь, я тебе заплачу за признание? Ты мне заплатишь? Да. На. Но в тюрьму я не сяду. Что это? Это так. Для раскрепощения нужно, чтобы веселее было. Твоя любимая тема. Мы должны всё решить. Мы решим. Вроде бы мирно беседуют. А всё спокойно. Больно, не больно. А-а-а! Помогите, Соня! А-а-а! 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 Полиция! Бабушка! Как? Какой? Мама! Мама, дверь! Дверь! Сейчас закрой. Мама, дверь! Что? Всё записалось. Господи, девочка моя, моя маленькая. Бабушка, как ты? Как сердце? Господи, Боже мой, Господи! Конечно. Мы внесём залог. Спасибо. Ну? Ваши записи очень помогли следствию. Игорь Коротков. Подельник Валерия уже арестован. Да какие они подельники? Так, мелкие мошенники. Не скажите. Коротков старается сотрудничать со следствием и поведал об одной любопытной схеме. Полученные от Светланы деньги Валерий использовал для найма настоящего киллера. Как вы думаете, кто жертва? Николай Петрович? Он уже объявлен в розыск. А когда выпустят Свету? Успеем внести залог. Вечером будет дома. Но мы готовы внести залог прямо сейчас. Вот и хорошо. И, Людмила Кирилловна, последуйте совету опытного юриста. Посидите дома под охраной друзей. Пока Козинцева не поймают. Давайте мы сначала Свету домой отвезём. А потом я согласна и на домашний арест. Свет. Это она? Да вроде она. Она она. Свет! Здравствуй. Прости меня, пожалуйста. Моя бабушка говорит, конь о четырёх ногах и то спотыкается. Девчонки, место тут мрачное. Может поедем? Куда, домой? Нет, в суд. Зачем? Я пока с этим придурком не разведусь, я спать спокойно не смогу. Это правильное решение, но в суд можно и завтра. Да? Завтра. Давайте всё завтра. Поехали. Поехали. Скорее в машину. Лёш, может ты домой уедешь, а? Что, хочет мне избавиться? Да нет. Ну, просто как-то неловко. Диван жёсткий, неудобный. Не выспишься ещё? Люда. Послушай, неужели так и не поняла? Я хочу быть с тобой. Мне всё равно где. М? Бабушка. Чё? Это что такое? В хозяйстве пригодится. Если этот супостат явится, Лёша его молоточком тюкнет. А мы его скотчем свяжем. Все дела. Татьяна Ивановна, вы поразительный человек. А то. Кто девяносто пережил, тот ко всему готов. Ну, чё? Целуйтесь. Я больше не приду. Татьяна Ивановна. Кто это? Сейчас посмотрим. Лёш, возьми, пожалуйста. Возьми. Полицию вызывать. Так, дамы. Успокойся, всё в порядке. Лёш, я серьёзно. Возьми. Лёш. Это Яна. Это Яна. Пойдём, пойдём. Я так и знала. Люда, ты наглая и бесстыжая. Игорёша в тюрьму пекла, Лёшу меня отняла. Всех мужиков забрала. Молодец, молодец. Яна. Яна, ты прекрасна. Ты замечательная, чудо, но я не герой твоего романа. Ну, почему всё ей? Яна, успокойся, пожалуйста. Я не могу, ты меня бесишь. Так, я знаю выход. У меня есть зам очень перспективный. У родителей денег куры не клюют и сам зарабатывает. Я тебя познакомлю. Да, он без комплексов. М? Так, я тогда… Мне надо переодеться. Платье с разрезами. Да ладно, ладно, ладно. Такие женихи на дороге не валяются. Янка. Опять забыла что-то. Привет. Янка. Это он меня заставил. Это он меня заставил. Это он меня заставил! Он… Мотай его! Полиция! – Здоров. – Здравствуйте. Мы его построили. Да, как и хотели. Как мечтал Николай Петрович. Свет, как там? Этой падле дали пятнашку строгого. Игорю два года условно. Теперь мое сердце спокойно. Мы с Лешей решили построить еще один дом для пенсионеров. Папа всегда хотел, чтобы на земле не было ни одного одинокого старика. И если это возможно, я бы очень хотела поучаствовать в финансировании. Это будет здорово. Когда свадьба? Свет, не бей лежачу. Я ведь ответа еще так и не получил. Скажи мне, пожалуйста, тебе разве нужны слова? Посмотри на ее глаза, там все видно. Я подумаю… В смысле ты подумаешь? Пожалуйста! Я очень хочу надеть молодец в разрез. Ну, пожалуйста! Я согласна! Я согласна! А-а-а! 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 Я глупtering! А-а-а! 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 Субтитры создавал DimaTorzok